Где-то с 40-х годов социологи начали выделять две основные формы социального неравенства — ранговую и классовую. Ранговой системе неравенства соответствует, как следует из названия, фиксированная система рангов, номенклатура рангов известна, отличительные признаки каждого ранга известны, нельзя принадлежать двум рангам сразу. Ранговая система покрывает только некоторую сферу или некоторую часть человеческой жизни, обычно связанную с работой или с профессией. Понятно, когда капитан обязан подчиняться майору, а когда не обязан. Понятно, как майора можно определить на глаз по количеству звездочек и какие-то звездочки на погонах. Понятно, что будет, если надеть на себя неправильные звездочки и пытаться командовать капитаном, сила закона вмешается и накажет того, кто таким образом неправильно присвоил себе чужой ранг. Классовая система не такая. Классы — это флюидные аморфные общности, которые различаются иерархически. У кого-то кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то пользуется большим престижем, кто-то меньшим, кого-то почитают больше, чем других. Однако в случае с классовым нет никакого закона, который определял бы, сколько есть классов, какие это классы, кто принадлежит какому классу, как нужно различать эти самые классы, какое будет наказание для того, кто сошел или выдал себя за представителя неправильного класса. В каком-то смысле закон даже отрицает их существование. Перед законом все равны. Большинство западных, по крайней мере, законов основаны на конституции, которая стирает такого рода качественные различия между людьми. Класс при этом не менее существенная вещь, чем ранг. Может быть, даже более существенная, потому что ранг все-таки затрагивает какую-то сферу жизни, а класс так или иначе проявляется во всех сферах жизни. Есть понимание того, что есть элита, есть кто-то, кто находится на противоположном конце социальной иерархии от этой элиты. Нет закона, который предписывал бы вести себя в соответствии с этим, но, скажем, делая очень многие жизненные выборы, с кем дружить или с кем сочетаться браком, люди, безусловно, учитывают эту иерархию, даже если, в принципе, идеологически многие считают, что лучше бы ее и не было. Одна из самых интересных социологических вещей — это, разумеется, то, как классовая система вообще устроена, и, во-вторых, то, как люди в ней ориентируются, то, как они различают, кто занимает какую ступень, кто находится выше, а кто находится ниже. Опять же, здесь у нас нет звездочек, у нас есть какие-то сигналы или какие-то символы, но списка этих символов нигде нет, и в некотором, вроде, само положение в классовой системе определяется тем, какие символы вы умеете считывать. Вот то, что вы считываете правильный символ, уже определяет вас, как стоящего на какой-нибудь ступени, выше других или ниже других, в зависимости от того, что это за символы. Первое большое, очень большое исследование и социального класса, и его символов было предпринято в 40-е годы американским социологом по имени Уильям Ллойд Уорнер, который обследовал маленький новоанглийский городок Newburyport в 12 примерно тысяч взрослых жителей. Это было одно из самых масштабных социологических исследований, которые вообще когда-либо провели. Все 12 тысяч интервьюировали, не по разу интервьюировали. Уорнер написал пять огромных томов, один из которых – это одна гигантская таблица, указывающая классовую, принадлежную всех этих самых 12 тысяч человек. В общем, очень старался. У него было много талантливых учеников, и некоторые из них были гораздо талантливее, чем сам Уорнер, или, по крайней мере, оставили гораздо более глубокий след в истории науки. Одним из них был канадско-американский социолог русского происхождения Эрвин Гоффман, которому, собственно, как и всем аспирантам Гоффман, нужно было на глаз учиться различать классовую принадлежность. У Уорнера была схема из шести классов – выше-выше, низше-выше, ну и так далее, до низшего-низшего. Им нужно было и в аспирантам, в качестве практической работы, определять класс по признакам, соответствующие этому классу. Иногда поражаешься, как много вещей, за которые обычно не получают ничего, кроме удовольствия, а социологи умеют брать деньги. Так вот, ворнерские аспиранты должны были очень наслаждаться этими заданиями. Но Гоффман пошел дальше, чем просто каталогизировать символы. Он пытался понять, а как система символов работает. И ввел одно оппозицию или одно развлечение, которое для всей его дальнейшей очень богатого наследия чрезвычайно важно. Это противопоставление между передаваемой и выдаваемой информацией. Есть сигналы, которые сообщают о принадлежности к классу, но они тяготеют к одному из двух плюсов. На одном находится информация, которая добровольно передается. Вот такой предел этой выдаваемой информации — это фраза «я принадлежу к высшему классу», который вы можете сказать себе собеседнику. Это что-то такое, что полностью находится под вашим контролем. А слова можно сказать любые. То есть информация, поступающая в вербальной форме, полностью контролируется своим источником. На другом полюсе находится выдаваемая информация, которую люди как бы и спускают. Гоффман вообще смотрит на людей, прежде всего, как на источник информации, как на своего рода канал, из которого эта информация неконтролируемо поступает наружу. Так вот, из них поступает эта самая информация, и они не могут приостановить ее стечение. Очень сложно исказить информацию о своем росте. Рост можно немножко увеличить, но вот уменьшить рост практически невозможно. Это один из самых надежных признаков. Так вот, информация о классе, она тоже тяготеет к одному из двух этих плюсов. Есть информация, которую люди сообщают о себе, а есть информация, которая как бы исходит из них вне их воли, потому что они не могут предотвратить ее истечение. Или, по крайней мере, другие думают, что они могут предотвратить ее истечение. И чем больше люди думают, окружающие думают, что индивид не может предотвратить истечение этой информации, тем больше они в нее верят. Ну вот как при криминологическом обследовании есть информация, которую сообщает о себе индивид, но криминалист или следователь не очень в нее верит. Есть та, которая записана в документах, он верит в нее больше, потому что документ сложнее подделать. А есть отпечатки пальцев, которые верят абсолютно, потому что отпечатки пальцев, насколько известно, подделать невозможно. Вот то же самое со всей остальной информацией о социальном классе. Есть разные системы защиты, и Гоффман как раз начал каталогизировать эти системы. Есть моральные ограничения. Большинству людей не очень приятно, когда окружающие в них разочаровываются. И поэтому, ну так или иначе, в стабильной классовой системе редко у кого возникает соблазн выдать себя за представителя радикального иного класса. А кроме этого есть еще своего рода органические ограничения. Когда вы демонстрируете богатство, демонстрируя богатство, можно демонстрировать с помощью предметов, которые являются этим богатством. Причем чем дороже стоит предмет, тем более надежным символом он является, тем больше в нем компонент выдаваемой информации. В этом смысле мобильный телефон гораздо более слабый символ, чем замок. А третьим барьером является, или третьей формой защиты являются социализационные или культурные барьеры. Некоторые навыки или некоторые признаки не просто сложно приобрести, потому что они имеют в себе часть обозначаемого свойства, но и очень долго приобретать. Вот, например, хорошее образование. Хорошее образование, с одной стороны, символ классового статуса, оно очень дорого стоит. Оно дорого стоит в том смысле, что много за него надо платить, и в том смысле, что пока человек учится, он не зарабатывает деньги. Значит, семья вложила в него эти самые деньги. Но, кроме того, оно приобретает когда-то в прошлом, и наверстать упущенное очень сложно. Когда мы смотрим на описание аристократии, то традиционное описание аристократии через указание на такие вот социализационные признаки, типа благородная осанка или манера повелевать. Гоффман, когда писал, работал в Британии, а в Британии есть предельно статифицированная манера произношения. То, что Шоу обыгрывал в «Моей прекрасной леди». Главным индикатором социального класса является произношение. И фактически научиться говорить с хорошим элитарным английским для человека, который прежде говорил на кокне, это то же самое, что сложнее, чем выучить совершенно другой язык, говорить на нем без акцента. То есть практически невозможно. Это когда-то очень рано в детстве обозначает свою принадлежность к классу. Такие символы у любой стабильной элитарной группы постепенно вытесняют символы, которые в своем роде могут иметь более сильный выдающий компонент, но при этом легче приобретаются. Вот как в России сначала появляются толстые золотые цепи, а потом дети людей, которые выжили в качестве носителей золотой цепи, уезжают учиться в элитарный стол в Англии и начинают говорить на очень хорошем английском. И это, в общем, это барьер, который уже нельзя перейти в пределах одного поколения совершенно никаким образом. Классы предпочитают такие социализационно-культурные барьеры еще и потому, что они в некотором роде мистифицируют их происхождение. Гораздо меньше подсчета в том, чтобы быть богатым, чем в том, чтобы предполагать, что твое элитарное положение происходит из-за того, что ты лучший человек, ты утонченный, ты культурный, ты эстетически просвещенный. И поэтому любая стабильная элита начинает возводить вокруг себя, прежде всего, культурные барьеры, предполагая, что иногда убеждая весь остальной мир в том, что она на самом деле не богатая, а не образованная, чистая и искушенная. И в этом плане именно из-за этого отчасти символы классового статуса переживают разные циклы успеха и, наоборот, попадания в неближение. Есть три вида карьеры символов классового статуса, которые упоминает Гоффман. Во-первых, они могут прийти в упадок вместе с группой, которая на них опирается. Когда прежний господствующий класс, занимавший какую-то экономическую нишу, сталкивается с тем, что эта ниша перестает им приносить больше, чем другим, а в другие ниши они могут вторгнуться, потому что они заняты другими группами, и им приходится утверждать свое доминирование, все более опираясь на эти социализационно-культурные символы. Но в конечном счете это становится упадком и самой группы этих символов, потому что они становятся комическими. Вот французские аристократы, в какой-то момент месье Жорден нанимает кого-нибудь, гордится тем, что у него учителя фехтования, гордится тем, что у него учителя танцев, и друг аристократ, который умеет танцевать и фехтовать. А потом, зачем в конце концов, приходит Великая Французская революция. Вторая сложность с любыми символами — это курирующая группа. Учитель фехтования и учитель танцев служат для того, чтобы прививать аристократам нужные навыки, но они умеют и танцевать, и фехтовать лучше, чем эти аристократы, в конечном счете. Вот современные люди искусства занимают противоречивое положение в классовой структуре, вообще производители высокой культуры, потому что исходно они возникают, безусловно, для того, чтобы возводить такие классовые барьеры. Ученые Галилея приглашают ставить опыты для того, чтобы двор, при котором он ставит, мог проявить себя как интеллектуально на мировой сцене значительный. Но потом оказывается, что Галилея уже и сам значительная фигура, и люди искусства пользуются мифологией, которую создали вначале для других, для того, чтобы исключить этих других. В какой-то момент художники начинают презирать буржуев, и в каком смысле буржуи сами инкорпорируют этот взгляд на себя. Это очень хорошо описано уже у французского социолога Пьера Бордио. И, наконец, там, где символ защищен не столько органическими или глубоко социализационными ограничениями, сколько доступом к информации, он переживает циклы моды. Некоторые вещи обозначают принадлежность к высшим сферам, потому что они новые. По мере того, как низшие переменивают какие-то обычаи высших, что иногда занимает годы, иногда дни, высшие вынуждены находить для себя новые символы. Нормальные циклы моды на такие вещи, как цвета, фильмы или художественные, какие-то художественные произведения, они могут быть довольно быстрыми. Таким образом, символы классов статуса постоянно находятся в движении. Некоторое ограничение работы Гоффмана заключается в том, что Гоффман рассматривает символы как общую совокупность сигналов, приодлежность к классу, как какое-то такое среднее арифметическое из разных символов. Это, очевидно, не так. Например, символы могут вытеснять один другой. Скорее, те, с кем мы взаимодействуем, воспринимаются как сделавшие серию шагов, которые сделали обладателями некоторых признаков, причем сам по себе признак не имеет никакого значения, а имеет значение только в контексте шагов, которые сделаны. Та же самая аристократия начинает демонстрировать свое настоящее богатство. С какого-то момента группа, которая по-настоящему богата, начинает демонстрировать свое настоящее богатство, пренебрегая наиболее зримыми силами этого богатства. Вместо того, чтобы надевать золотую цепь, появляется много маленьких намеков на долгую наследственную обеспеченность и сытость. И в эти намеки они ценятся гораздо выше, чем ценятся какие-нибудь отдельные, очень дорогие предметы. Гоффман, однако, не пролил особенно много света, и, к несчастью, после него, кажется, этого никто не сделал. Идея порядка интеракции — это ключевая идея для микросоциологии. Порядок интеракции возникает из следующего повседневного наблюдения или может возникнуть в результате следующей повседневной рефлексии. Все, что происходит с нами в нашей жизни, делится как бы на две части. В любой ситуации есть два рода компонентов. Одни компоненты имеют прямые последствия за пределами этой ситуации. Они как бы части большей системы, которые в этой ситуации просто помещены. Например, мы покупаем что-то в магазине, происходит экономическая транзакция, к нам переходят права собственности, и все это части, с одной стороны, большой экономической системы. В данной ситуации эта система просто проявляется, но она в основном существует за ее пределами. И, с другой стороны, это какая-то часть нашей экономической биографии. Вещь, которую мы сегодня купили или приобрели, она с нами в нашей дальнейшей жизни, а какое-то количество денег уже больше не с нами. То, что произошло здесь и сейчас, будет иметь последствия потом. Вторая разновидность компонентов ситуации не имеет прямых последствий потом. Мы бросили деньги на стойку, а продавщица нам не улыбнулась. Вот произошла такая маленькая неприятная ситуация, или чаще произошла приятная ситуация, она нам улыбнулась, а мы, наоборот, улыбнулись ей в ответ. Может быть, даже если дело происходит в Америке, еще спросили друг друга, как дела. Это событие как-то вот добавлено к покупке, хотя логически она из природы покупки никак не вытекает. Права собственности перешли бы из рук в руки, вне зависимости от того, была улыбка или не была. Почему же люди тогда улыбались? Почему они наставили на то, чтобы получить эту самую улыбку? Зачем эта улыбка им была нужна? И как получается, что люди с такой регулярностью, особенно в Америке, но не только, придерживаются правил такого рода? Пытаются быть милыми друг с другом, демонстрируют вежливость, всячески заботятся о мнении людей, которые видят первый и последний раз в жизни, и от которых они совершенно точно не зависят. Показались ли мы симпатичным людям, которые стоят рядом на остановке, ну, никак на нашей жизни не скажется. А мы, тем не менее, пытаемся быть с ними хотя бы относительно воспитанными. И если что-то идет не так, заглаживаем вину. Когда я первый раз читал курс по микросоциологии, я просил студентов, молодой был, горячий, просил студентов выйти на ближайшую автобусную остановку, с которой люди обычно уезжали, и исполнить простой трюк. Заскакивать и заскакивать на поребрик. Большинство потом говорили, что это далось им исключительно трудно. Это требовало больших жертв. Главное задание было не заскакивать и заскакивать на поребрик, а никак не объяснять окружающим, что они не идиоты. Это преподаватель дал им такое задание. Для большинства людей очень сложно, когда на них смотрят как на ненормальных, даже если этих людей никогда больше не увидят, и мнение этих окружающих никак не повлияет. Почему? Порядок интеракции. Для больших социологических теорий все эти маленькие жесты, улыбки, стремление показаться нормальным, внимание к людям, которых никогда больше не увидим, это что-то вроде элементов фона. На большой картине есть главные элементы композиции, а фон художнику, чтобы не оставлять пустым местом, художнику какой-нибудь старой школы академической, например, нужно чем-нибудь заполнить. Рисует цветочки, может зверюшку нарисовать так, чтобы детям в музее было поинтереснее. Но понятно, что это фон, он не должен увлекать внимание и следовать для отважных вещей. Макс Вебер, который как раз вел много типологий, позволяющие нам описывать большие системы, помещенные в данной ситуации вроде экономики или политики, сознательно говорит о том, что одна из главных задач аналитика — это абстрагироваться от чудовищного хаоса повседневной жизни. Много чего происходит. Люди друг к другу улыбаются, не улыбаются, швыряют деньги на стойку, не швыряют, но это не должно отвлекать социолога от важных вещей, которые происходят в экономике, переспределение экономических ресурсов, политических шансов, социальной мобильности. Вот это реальность. Остальное просто какие-то аберрации. Второй отец-основатель социологии, Эмиль Дюргейм, придерживался по этому поводу прямо противоположной точки зрения. Он-то считал, что как раз повседневная жизнь, которая проявляется в ситуациях взаимодействия лицом в лицу, во-первых, является самостоятельным объектом изучения в своих собственных правах, а во-вторых, в некотором роде более важна для понимания общества, чем политика или экономика или что-то еще, что только помещено в ситуацию, но в целом существует за ее пределами. У Дюргейма есть репутация, парадоксальным образом, макросоциолога, который как раз интересовался обществом как системой и совершенно не интересовался повседневностью. И в некотором роде это верно, особенно для его ранних работ. Но чем позже, тем в большей степени фокус Дюргейма перемещается как раз к уникальным особенностям ситуации взаимодействия лицом к лицу. Люди оказываются рядом, и между ними происходит что-то такое, что на самом деле более важно, во-первых, воплощает общество в полный рост. Общество для Дюргейма — это не абстрактная система, которая где-то за пределами конкретной ситуации, а это то, что происходит в конкретной ситуации. А во-вторых, эта ситуация важна, поскольку она является источником любого чувства и смысла, которыми люди руководствуются. В ситуации взаимодействия лицом к лицу для Дюргейма люди гораздо более живы, чем они живы вне этой ситуации. Они чувствуют так, как они не чувствуют, когда рядом никого нет. Вот для Дюргейма люди по-настоящему живы на политическом митинге или на спортивном состязании. Когда они долго не ходят в такие места, они становятся полуживыми, ну и иногда заканчивают эгоистическим самоубийством. В повседневной ситуации соприкосновений есть как раз ситуации высшего социального опыта, которые закладывают матрицы для восприятия всей остальной жизни. Они упорядочены, они регулярны, и правила, которые регулируют то, как мы улыбаемся или не улыбаемся, они не менее жесткие и не менее существенные, чем правособственности, например, регулирующие, как собственность переходит из рук в руки. Система повседневных взаимодействий, система порядка интеракции или порядка взаимодействия лицом к лицу находится с большой социальной системой, с большим социальным порядком в сложных и противоречивых и запутанных отношениях. Она важна, по крайней мере, для понимания этого большего порядка по трем причинам. Первая из них заключается в том, что Дюргейма, все, кто следует за Дюргеймом, предлагают переопределить отношения между ними. Не повседневные взаимодействия существуют для того, чтобы вынести из них какие-то выгоды, ресурсы или преимущества, которые можно использовать в жизни, где-то в будущем. А наоборот, вот эти ресурсы приобретаются для того, чтобы быть полезными в ситуации повседневного взаимодействия. Люди не улыбаются друг другу для того, чтобы заработать больше денег, это часто им совершенно не помогает, зарабатывать больше денег, а зарабатывают больше денег, чтобы другие им улыбались. В конечном счете, самые значимые, самые важные для нас вещи, это вещи, которые мы ощущаем, когда находимся физически рядом с другим. Во-вторых, вся эта система взаимодействий, вся эта система повседневных соприкосновений, она образует своего рода сито. Все, что происходит в абстрактной, дедуцируемой экономической системе, например, должно произойти в какой-то ситуации конкретных человеческих взаимодействий. Так же, как, например, язык, с помощью которых можно передавать самые разные послания, не просто служит средством передачи посланий, но и накладывает некоторый отпечаток на то, какое послание может быть передано. Так же и правила, регулирующие взаимодействие в повседневности, могут накладывать очень большой отпечаток на то, что в конечном счете происходит, как функционируют эти большие системы за пределами конкретной ситуации. Есть большой спор между учеными о том, насколько, например, язык или какие-то другие элементарные правила определяют содержание посланий. В 60-е годы была очень популярна теория, воплощавшаяся в конечном счете формуле о том, что язык — это фашист, язык абсолютно тоталитарен, язык программирует нас, наше мышление, любую коммуникацию на реализацию каких-то образцов. Кажется, что с тех пор человеческим существам было возвращено немножко больше свободной воли, а тоталитарное всевластие языка немножко сократилось в глазах многих, если не большинства ученых. Но нет никакого сомнения, что эти формы вовсе не безобидны по отношению к содержанию, которое с их помощью транслируется. Они похожи на правила, регулирующие дорожный трафик, еще одна часто используемая в уподоблении. Должны быть очень жесткие правила, чтобы кто-нибудь доехал куда-то, и хотя правила не диктуют, кто едет куда, для того, чтобы кто-нибудь попал хоть куда-то, надо, чтобы все им следовали. Но правила при этом могут быть более-менее эффективными, они могут способствовать некоторым формам логистических перемещений, а могут совершенно им не способствовать. Наши правила достаточно унифицированы, чтобы мы в полной мере почувствовали различия, но можно придумать себе какую-то другую логистическую систему, которая подорвет, например, нашу экономику, просто потому что так циркуляция благ, которые нам знакомы, она вдруг стала невозможной или экономически запретительно дорогой. То же самое может касаться, и вероятно касается, порядков интеракции. То, как люди взаимодействуют друг с другом, очень сильно влияет на то, что в конечном счете каждый из них извлекает из этого взаимодействие, и то, как функционируют большие системы вроде политики и экономики. И, наконец, выполнять в Дюргеймовском аргументе порядок повседневных взаимодействий, как область высшего, наиболее яркого и наиболее значимого опыта, служит источником модели для поведения в других сферах. Интуитивно или спонтанно мы очень часто понимаем какие-то сложные большие механизмы или институты, сводя их к повседневному опыту взаимодействия лицом к лицу. Очень сложно думать о глобальной, макроэкономической, геополитической системе. А вот думать об этом, как о необходимости сохранять свое национальное лицо, очень просто. Поэтому, когда мы переводим международные отношения на язык политического лица, а эти нас не уважают, а те, значит, наоборот, проявили должное почтение, поэтому мы одних накажем, а с другими, наоборот, будем всячески дружить. Вот этот язык интуитивно понятен каждому. Он служит своего рода моделью или матрицей, с отсылкой к которой можно сделать политический курс доступным и понятным, который часто стоит за поддержкой или политической мобилизацией. Когда мы присматриваемся ближе, мы увидим такие модели, действующие за самыми разными сферами, не только за международными отношениями. Экономика, и политика, и наука в конечном счете в большой степени регулируется тем опытом, который происходит из ситуации взаимодействия лицом к лицу. Это еще один повод, чтобы изучать его. Роли — это одно из основных понятий социологии. Всех студентов-первокурсников, которые попадают в руки преподавателя-социолога, прежде всего учат смотреть на социальное поведение как на исполнение определенных фиксированных ролей. Роль, понятно, термин взятый из театра, так как каждое действующее лицо на сцене в традиционном театре исполняет определенную партию, которую оно не вправе изменить, не вызвав нареканий со стороны режиссера. Вот примерно так мы все в социальной жизни исполняем заданную нам партию и тоже не можем ее изменить, не вызывая непонимания со стороны своего окружения. Каждый из нас исполняет некоторое количество таких партий. Это количество называется ролевым набором. Роберт Мертон впервые ввел это понятие, заявив, что у каждого взрослого члена общества, вполне здорового, у ребенка и у тяжелобольного остается одна единственная роль, но у взрослого члена общества этих ролей много. И, как правило, их очень и очень много. Эти роли не нами написаны. Частично мы их выбираем, частично мы их не выбираем. Некоторые роли, которые называются аскриптивными, достаются нам в соответствии с нашими биологическими признаками. Если выпало родиться с одними гениталиями, попадаешь в исполнитель роли мужчины, с другими – исполнитель роли женщины, можно начинать исполнять не ту роль, но во многих странах это влечет за собой неприятные последствия. Другие роли, в общем, выбирают целиком и полностью свободно. Там, где профессии не наследуются, как, например, в западных обществах и во всех, которые называются современными, в общем, выбор – это выбор того, какую профессиональную роль исполнять целиком и полностью на усмотрении индивида. Некоторые роли даже не предполагают долгого биографического опыта их исполнения. Профессиональную роль все-таки люди готовятся исполнять годами, и раз они начали ее исполнять, шансов переключиться на другую у них мало, а, может быть, и совсем нет. Некоторые из них мы можем примерить на себя по несколько раз за вечер, несколько разных ролей любителей филателлии, нумизматики, например, потом разочароваться в них и бросить ими заниматься вовсе. Роли, любые из них, не совсем безобидная вещь, в том плане, что им свойственно вступать в конфликт друг с другом. Роли из одного и того же ролевого набора, даже в обязательном порядке, предписанное конкретному индивиду, вовсе не обязательно хорошо согласуются друг с другом. Они могут сколько угодно наезжать друг на друга, предъявлять противоположные требования, заставлять по отношению к другим людям вести себя взаимоисключающим образом. Классические примеры. Школьный учитель, которому приходится учить своего собственного ребенка. Как школьный учитель, он должен обращаться ко всем ученикам одинаково. Как хороший родитель, он должен любить своего ребенка больше, чем других детей. Как школьный учитель, он должен следить за тем, чтобы все дети были способны выполнить домашнее задание. Как хороший родитель, он должен помогать ребенку получить хорошие оценки, может думать он. И в том и в другом случае возникает ролевой конфликт, из-за которого большинство школьных учреждений предпочитают не учить своих детей. Кроме этих безобидных форм конфликта есть, конечно, и гораздо более масштабные, и гораздо более серьезные. Понятие роли важно для исследований поведения людей в ситуациях взаимодействия во многих отношениях. Кроме того, что они позволяют описать социальную структуру в целом, они позволяют описать многое из того, что происходит вокруг нас в конкретной ситуации. В большинстве ситуаций мы знаем, какую роль мы играем, однако кое-что остается на наше собственное усмотрение. И кроме того, часто мы попадаем в ситуацию потенциального конфликта, когда нам кажется, что и другая роль могла быть сыграна с тем же самым набором участников. Обычно это порождает неловкость, однако мастера и аса своего положения, очень ценимые в обществе навык, знают, как из эту неловкость разрешить или из этой ситуации выйти. Например, хирург, который делает операцию и, разумеется, с младшими своими ассистентами или с медсестрами взаимодействует прежде всего как хирург, тем не менее, может позволить себе продемонстрировать то, что Эрвин Гоффман называл ролевой дистанцией, продемонстрировать на минуту, что и другая роль может быть исполнена им по отношению к пациенту или к своему окружению, он может каким-то образом пошутить. И более того, для хирурга эта демонстрация ролевой дистанции даже всячески приветствуется и поддерживается, потому что она как бы разряжает ситуацию, если операция сложная, она дает понять, что операция уж не такая сложная, если пациент еще в сознании успокаивает пациента по поводу его перспектив. Короче говоря, навык демонстрации ролевой дистанции есть настолько же ценимая обществу вещь, как и навык исполнения роли. Роли различаются по тому, насколько они поглощают своего исполнителя и даже по тому, насколько они должны поглощать своего исполнителя. Одно из важнейших открытий социальной психологии состоит в том, что роли, которые мы играем в данный момент, в очень большой степени определяет то, как мы видим эту ситуацию, определяет то, что мы чувствуем по поводу этой ситуации и то, какими нормами мы в данный момент руководствуемся. Из описания ролевого набора и ролевой дистанции можно подумать, что большинство людей в большинстве ситуаций подходят к этому ролевому набору вполне рефлексивно. Они думают о том, что им выпало играть какую-то роль, они знают, что другие знают, что они играют эту самую роль, что они могут пошутить и поиронизировать по ее поводу. И иногда, и даже довольно часто это так. Но в базовых ситуациях, как ни странно, это скорее совершенно не так. Значительная часть современной драматургии и огромное количество социально-психологической литературы посвящено тому факту, что несмотря на настолько очевидную условность ролей, несмотря на то, что слово «роль», взятое из театра, в общем, прочно вошло в нас в повседневный язык, мы, как правило, вовсе не смотрим на эти роли как на условные вещи. Два классические подтверждения этой точки зрения – это социально-психологические эксперименты Милгрэма и Зимбарда, демонстрирующие, как люди в повседневной ситуации, которым выпало играть совершенно условную роль, начинают вести себя в соответствии с жалевыми предписаниями, даже если они находят свои действия в этой роли до и после ужасными, отвратительными и совершенно неприемлемыми. И тот, и другой экспериментировали со студентами, социальными психологами, одной из самых либеральных групп молодых людей, которые вообще можно, наверное, найти в американском обществе. И один из них заставил вести себя, этих студентов вести себя как тюремные охранники. Категория людей, которые, большинство из них, опять же, как исполнители роли представителя определенного класса или определенной культурной среды, в принципе, считал людьми несимпатичными. А второе, как хуже того, пыточных дел мастера. Оба эксперимента показали, что в момент, собственно, проведения эксперимента студенты предпочитали играть ту роль, которая им выпала в этой ситуации. Не предпочитали, но чувствовали себя обязанным играть ту роль, которая им выпала в этой ситуации, несмотря на то, что когда они играли другую роль до и после, они считали эту роль совершенно неприемлемой. Эксперимент Милграм был направлен на то, чтобы выявить садистские черты участия, скрытые садистские черты участия студенческой популяции. И состоял в том, что студентам предлагалось играть роль ассистента-экспериментатора и за неправильные ответы невидимому им ученику, якобы сидевшему в другой комнате, наносить все больше и больше удары током. Милграм интересовало, какое количество людей дойдет до значительных делений. Там были деления на рубильнике, помеченные. Сильная боль, очень сильная, нестерпимая боль, и последняя помечена тремя крестами. У него были исходные гипотезы о том, какое количество людей дойдет до сильной боли, меньше половины, очень сильной боли, еще меньше. И, наконец, 3%, которые нужны были, латентные клинические садисты, могут дойти до самого конца. Дошло ощутимо больше половины. При этом студенты демонстрировали страдания. При этом они заламывали руки и всячески выражали недовольство происходящим. Однако роль ассистента-экспериментатора, действующая от имени науки, была сильнее, чем все их собственные соображения и переживания, которые они могли бы испытывать по этому поводу. Это было очень сильным подтверждением тезиса о том, что в повседневной жизни мы играем те роли, которые сегодня нам досталось играть. Где-то у самого начала, в том числе ролевой теории, были работы американского социального психолога по имени Джордж Герберт Митт, который утверждал, что через обучение ролей мы учимся смотреть на себя глазами другого человека. Маленький ребенок вначале играет с другим маленьким ребенком, и они исполняют друг по другу какие-то фиксированные роли взрослых, дочки-матери. Таким образом, ребенок учится и исполняет роль дочки, а какой-то другой ребенок учится и исполняет роль матери. Потом они начинают играть в командные игры типа футбола. И вместо того, чтобы исполнять роль конкретного другого и ориентироваться на исполнителя этой роли, каждый из них ориентируется на некоторый абстрактный коллектив. Но это лишь подготовка к настоящей взрослости. Взрослость – это когда обобщенным другим для нас становится общество в целом. Мы смотрим на себя глазами этого общества и высшего морального авторитета. И за счет этого, потому что мы смотрим на себя глазами общества вообще, мы можем, говорит мир, противостоять влиянию своего окружения. Эксперименты Милграма и Зимбарда или работы Гоффмана по социальной психологии повседневного взаимодействия показывают нам, что это очень оптимистичный взгляд на человеческую природу. Мы по-прежнему гораздо больше зависим от своего непосредственного окружения, от той роли, которую выдали нам непосредственно перед началом спектакля, чем от каких бы то ни было абстрактных мнений о качестве пьесы, о допустимости этой роли. Эта печальная правда была, возможно, одним из главных открытий в социальной психологии в XX веке. Концепция представления себя другим – это то, с чем имя Эрвин Гоффман ассоциируется у социологов, по крайней мере, прежде всего. Концепция представления себя органично вырастает из идеи социальной роли. Социальная роль представляет собой совокупность ожиданий или представление о том, как ведут себя и как должны вести себя представители какой-то социальной категории. Это своего рода сценарий или скрипт, похожий на, например, театральный сценарий, соответствующий роли короля Лира. Вот так же, как король Лир выполняет какие-то действия, так мужчины выполняют какие-то действия, мужья выполняют какие-то действия, ученые выполняют какие-то действия, студенты. И все они также предсказуемы, насколько король Лир, ну, в определенных пределах, по крайней мере. Гоффман был первым, кто развил этот концепт в неожиданном направлении. Он сказал, что роль обычно понимается как метафора. Собственно, Гоффман часто идет вместе с тегом «драматургическая метафора», и предполагается, что он тоже считает, что это метафора. Он был первым, кто подобил социальный мир театру, сказав, что мы все играем своего короля Лира. Что совершенно неправда. На самом деле, у Гоффмана театр — это вовсе не метафора. Это другая фигура, это синегадаха. Он не говорит нам, что мы играем свои роли мужей или ученых, или кого-то еще, так же, как актер играет роль короля Лира, подразумевая при этом, что метафора в строгом смысле слова обозначает, что вот это «как» значит уподобление, но не тождество. Мы играем, как актер играет свою роль, но мы сами не актеры. Гоффман говорит, что в действительности это синегадаха в смысле не одно вместо другого, а часть вместо целого. «Король Лир» есть прототипическая, архетипическая социальная роль, и нет принципиальной разницы в том, как актер играет короля Лира или актер играет актера. Все социальные роли исполняются более-менее одинаково. Почему это интуитивно считается скорее метафорой, чем синегадахой? Ну, просто потому, что актер же знает, что он не король Лир. Когда он играет кого-то, кем на самом деле не является, это не то, что когда он играет кого-то, кем на самом деле является. Для Гоффмана, однако, это на самом деле не существует. Если мы приглядимся к ситуации поближе, мы выясним, что на самом деле да и на самом деле нет. Это вещи чрезвычайно условные и зыбки. Почему мы считаем, что король Лир — это на самом деле не актер, который его исполняет? Актер не обладает какими-то внутренними свойствами, происхождением. Другие люди, зрители согласны считать его королем Лиром, только пока он находится в строго фиксированной ситуации на сцене. Внутренне он тоже знает, что он не обладает этими свойствами, и что лицензия исполняет роль короля у него дана только на два часа до последнего звонка. Кроме того, для того, чтобы быть королем Лиром, ему на сцене, ему нужно проводить над собой работу, описанную Станиславским или Чеховым или кем-то еще. Ему нужно мобилизовать культурные ресурсы, представлять себе, как ведет себя король, действовать в соответствии с этим разработанным образом. То, что, по идее, настоящий король не должен делать, потому что король ведет себя просто по-королевски, а не так, как актер. Но на самом деле, когда мы изучаем исполнение более привычных социальных ролей, мы видим, что разница не так уж велика. Любая роль исполняется только в некоторой фиксированной зоне. Актер как актер имеет право представлять себя людьми, которыми он не является. Но это только когда он играет роль актера, социальную роль актера. Если он на вечеринке попробует себя представить королем, преуспеет, возьмет у кого-то денег в долг под залог земель, а потом эти деньги не отдаст, то следователь никогда не сможет объяснить, что он король. Потому что для следователя вот эта особенность его роли актера совершенно ирелевантна. Он актер только когда зрители его социального представления согласны считать его актером. То же самое касается внутренних самоощущений. На самом ли деле человек является ученым? Большинство ученым временами сомневается. Мы не говорим о социологах, которые все время сомневаются, а правда ли они ученые. Но мы можем поговорить о физиках, о каких-нибудь других настоящих ученых, которые, если взять у них интервью, тоже временами осознают сомневаться. Ученые скажут, что это по-настоящему поиск истины. А мы публикуем статьи в скопусе и мыслим не о природе, а о показателях результативности научной деятельности. Так правда ли мы ученые или нет? И вот это определение через внутреннюю сущность, оно всегда довольно зыбкое, оно довольно неустойчивое, если людям свойственно сомневаться в них. То же самое происходит, когда мы говорим о роли и о специфике ремесла актеров, заключающихся в том, что актеру нужно готовиться к этой роли, а социальные роли исполняются естественно. Да ничуть не бывало. Мальчиков учат быть мужчинами, девочек учат быть женщинами, наследники престола учатся быть королями. Они точно так же учатся быть королями, вести себя по-королевски, как учится актер, которым может играть эту роль. Есть большая область исследования истории эмоций, которые показывают, как в разные эпохи меняется скрипт, в соответствии с которым король что-то чувствует. Целая социология эмоций выросла вокруг изучения правил того, как люди учатся чувствовать. Сначала они понимают, что должны чувствовать, как занимающие какую-то позицию в обществе, а потом учатся чувствовать на самом деле. Королю, например, полагается гневаться в определенных ситуациях, а в определенных полагается не гневаться. Разница с исполнением роли по системе Станиславского, честно говоря, очень и очень невелика. В этом смысле мы начинаем сомневаться о том, действительно ли есть какая-то разница между искусственным исполнением роли и гораздо более привычным исполнением самых разных социальных ролей. Гоффман исследует дальше разные социальные следствия, которые из этого прямо вытекают, используя театр как некоторое высшее проявление социальной жизни, качественно наиболее раскрывающее, и поэтому нам интересно. Гоффман говорит, что на самом деле мы входим в театр не потому, что нам интересен Король Лир, а потому, что нам интересны актеры, потому что именно не в Короле Лире мы себя узнаем о людях на сцене. В современном театре это очень часто используется. Так вот, что нужно для того, чтобы исполнить роль. Нужны благодарные зрители. Нужны зрители, которые знают роль зрителей, исполняют ее, и поэтому представление может состояться. Нужна команда. Актеры должны поддерживаться другими актерами, и вместе они должны воплощать представление перед глазами аудитории. Правильно ли это для других ролей, для социальной жизни? Да, безусловно. Социальная жизнь устроена через чередование ролей актера и зрителя. Для того, чтобы любое представление, любую роль состоялось, нужна благодарная аудитория, которая готова его поддержать. В представлении всегда участвует много людей, а не только тот, кто представляет. Гоффман по-разному изучает, описывает те роли, которые люди играют, не обязательно роли, соответствующие профессиям, я пока называл только общие социальные категории или профессии, ну и те, которые касаются, например, межличностных отношений, или таких генерализованных ролей цивилизованного, приятного во всех смыслах человека, который рад видеть окружающих, или, по крайней мере, притворяется, что рад видеть окружающих, ведет себя, как если бы они были симпатичны. Вот эти вот роли, проекция определенной личности или личностных свойств в ситуацию, она присутствует в любой ситуации, в соприкосновении разных людей друг с другом. Из-за того, что люди отказываются ее играть, общество обычно в лице окружающих наказывает их очень и очень жестко. Но для того, чтобы эта роль была сыграна, нужна некоторая помощь со стороны окружающих. Так же, как для того, чтобы актер был королем лиром, нужно, чтобы другие актеры подыгрывали, а зал хотя бы молчал и не вмешивался. Точно так же для того, чтобы исполнить роль дружелюбного, симпатизирующего окружающего в своей повседневной жизни, нужно, чтобы эти окружающие, например, не злоупотребляли теми правами, которые исполнение этой роли им приписывает. Для того, чтобы каждый из нас притворялся, что ему интересно служить окружающих, нужно, чтобы эти окружающие не слишком назойливо рассказывали о себе или о других уже совершенно неинтересных вещах. В этом смысле нормы, регулирующие поведение зрителей, они настолько же все проникающие, насколько нормы, регулирующие поведение актера. Они взаимодополнительные, и они пронизывают любое социальное взаимодействие. Откажись зрителей подыгрывать, и любая роль, скорее всего, не будет сыграна. Гоффман исследовал психиатрические лечебницы, в которых происходит буквально это. Те нормальные ресурсы, которые общество предоставляет своим взрослым здоровым членам, здесь у людей изымаются, они начинают вести себя ненормально, не потому, что они действительно в глубине ненормальны, а потому, что у них нет возможности сыграть роль нормального. Для того, чтобы сыграть роль джентльмена, нужно иметь возможность предлагать дамам стулья, но что, если это не стулья, а табуретки, они привинчены к полу? Вот тут невозможно их предложить широким жестом. Мы исполняем в повседневной жизни роль существ бесплотных, у которых вообще нет никаких телесных потребностей. Викторианские девушки, разумеется, в принципе, не могли озвучить в обществе свою потребность посетить туалетную комнату. И в нынешнем обществе обычно используются какие-то деликатные эвфемизмы. Но что, если нет не только возможности использовать эвфемизмы, но и туалетные комнаты, а есть какой-то санузел в камере, и все происходящее происходит по глазам охранника или санитара. В этих ситуациях вести себя нормально просто невозможно, потому что аудитория слишком неблагодарна для этих целей. Гофмановское послание попало на очень благодарную почву. Именно в 60-е годы проходит волна сомнений в любого рода социальном эссенциализме, в любого рода определение социальной роли через ссылку на врожденные свойства или естественные свойства человеческой личности. Мы предполагаем, например, что мужская и женская роли традиционно предполагаются каким-то образом укоренены в мужской и женской природе. Но что, если они на самом деле выучиваются? Маргарет Митт возвращается из Новой Гвинеи и говорит, что вы не поверите, там есть разные племена. Вот в одной из них мужчины и женщины ведут себя совершенно по-разному. Ролевые предписания для них практически идентичны. А в другом мужчины ведут себя как женщины, а женщины ведут себя в некотором роде как мужчины. Гуфман попал в очень нужный момент со своей книгой, вышедшей в 1959 году, поскольку он как раз и показывал, как все эти механизмы драматического воплощения разных ролей функционируют в нашем обществе в том числе. И очень хорошо укладывалась эта книга в контекст общих сомнений в том, что какие-то роли естественные и врожденные. Дальше на следующем этапе стали задаваться вопросом о том, какие части нашей личности есть отражения доминирующих в обществе представления о том, как устроена человеческая личность, какие из них каким-то образом действительно укоренены в нашей биологической природе. Есть ли, например, характеры, или характеры — это такие же роли, которые люди учатся разыгрывать. Экстраверсия и интроверсия — они вот есть, или это просто культурные маски. Интеллект, он существует или нет, или он не то, чем он кажется. Лоффман в каком-то месте написал, что человеческая природа — не очень человеческая вещь. Позднейшие исследования по биологии отчасти сдвинули этот маятник в сторону беспредельного релятивизма и конструктивизма назад к изучению каких-то биологических основ. Но важные поправки, которые были внесены в 50-е и 60-е годы, по-прежнему с нами. Мы знаем, что к человеческой природе надо подходить осторожно, как к какому-то фундаменту, на котором могут быть возведены самые разные дворцы повседневных самопредставлений. Понятие «лицо» и сам термин «лицо» обозначают социальную аналитичность человека. Это одна из кросс-культурных универсалей. В английском, французском, русском или китайском одно и то же слово будет обозначать часть тела, которое краснеет, когда мы делаем что-нибудь неправильное, и которое мы пытаемся закрыть руками. Дети, по крайней мере, пытаются закрыть руками. И то социальное «я», то репутацию, которая от этого страдает. Почему есть такая физиологическая реакция, то есть такая параллель между физическим телом и социальной, сущностью неизвестно. Кроме того, с лицом связано много разных других загадок. Лицо, непонятно из чего оно, собственно, состоит, прежде всего. Что такое лицо? Проще всего сказать, что лицо — это впечатление об индивиде в глазах окружающих. Обычно, когда кто-то теряет лицо, происходит что-то такое, что сообщает другим об этом, кому-то неприятную информацию. Кто-то оступился и сделал неловкий жест. Мелочь, а как будто испортила впечатление. Кто-то попался на том, что воровал деньги из сейфа. Уже не такая мелочь, но тоже впечатление серьезно испортило. Но, как ни странно, когда мы переходим к тому, к тем действиям, которые позволяют сохранить лицо, оказывается, что дело не просто в плохих впечатлениях. Когда кто-то спасает ситуацию или спасает свое лицо, а кто-то его роняет, происходит нечто значительно большее, чем просто истечение от одного и поступление к другим негативной информации. В момент потери лица, например, все могут знать о том, что реально произошло. Ни для кого может быть не секретом, что здесь случилось. Но пока стороны открыто не признали, что имел место какой-то сбой. Преподаватель пришел, не знаю, масса веселья, думаю, из каждого, кто учился в университете, преподавателям, которые пришли в каком-нибудь ненадлежащем виде на лекцию, а все сидели и тихо хихикали, но никто не показал, что случилось. В повседневной жизни такое сплошь и рядом встречается. Опять же, маленьких детей учат, что если кто-нибудь появился с испачканным носом, не надо сразу показывать пальцем, чтобы было нормально для детского сада. А взрослые или тактично намекают, что что-то не так, или вообще делают вид, что ничего не произошло, и пока человек сам не увидит. Вот почему важно тактично не заметить сажу на чужом носу, даже если человек, безусловно, догадается, что сажа там была, и все это видели. Кажется, что практики, сопутствующие сохранению лица, обычно подразумевают, что другие ведут себя так, как если бы попавший в неприятную ситуацию индивид вовсе в нее не попал, так что у индивида может остаться надежда или иллюзия того, что они ничего не заметили, например, сажу на носу. И что если была какая-то третья сторона, обобщенная анонимной, может быть, отсутствующей третьей, которая видел их со стороны, но не видел детали лица, третий не догадался о том, что именно случилось. Вот пока все вели себя, как если бы сажи не было, как если бы те, кто мог ее видеть, ее на самом деле не видел, а гипотетически отсутствующая третья не заметила бы, что что-то плохое случилось, лицо может считаться сохраненным. Еще одна интересная лингвистическая особенность это то, что мы говорим о лице, как о чем-то внешнем по отношению к индивиду. Это как информационный кокон, который каждого из нас окутывает. Кокон, который причем создается не кем-то в отдельности, а всеми соучаствующими, всеми взаимодействующими вместе. Так вот, кокон можно порвать снаружи, а можно порвать изнутри. Для того, чтобы кокон сохранялся, надо, чтобы все участвовали, коллективно участвовали, все присутствующие вместе коллективно участвовали в его поддержании. Традиционное хорошее общество подразумевает, что у людей вообще нет никаких физиологических выделений, от которых время от времени надо избавляться. Причем по-настоящему хорошему обществу это будет казаться даже таких вещей, как сморкание. Вегетарианская девушка не могла произнести слово «сморкаться». Другое дело, надо сказать, что в особенно вегетарианских промоцлых комнатах насморк у нее случался регулярно. От хорошо воспитанной вегетарианской девушки требовалось всячески избегать сморкаться на людях, а других людей обращать внимание на то, что ей это надо сделать. Иногда ей приходилось выбегать из комнаты, а всем остальным надо было не замечать о том, что она выбежала из комнаты, потому что вообще-то выбежать из комнаты подозрительно, а если вообще вести себя, как если бы она оставалась здесь и никуда не выходила, так и абсолютно нормально. Но уж если ей нужно было описать выход из комнаты, она говорила о том, что ей нужно пойти и попудрить носик, разумеется, а не что-нибудь другое, все остальные принимали это за чистую монету. Хорошее воспитание везде подразумевает множество таких маленьких трюков или маленьких жестов. Канадский американский социолог, еврейско-русского происхождения Эрвин Гокман был первым из тех, кто пытался их социологически исследовать и каталогизировать. И он использовал старую социологию религии Дюргейма для того, чтобы описать четыре основных типа этикетных жестов или этикетных практик. Во-первых, он противопоставил те практики, которые направлены на самого себя и те, которые направлены на других. Когда мы встречаемся с кем-то в парке и здороваемся, это вот из области действия направленного другого. Мы сообщаем другому о том, что нам приятно его видеть и нас волнует, как его дела. Если, с другой стороны, мы перед тем, как выйти в парк, чтобы там погулять, заботимся обложенных волосах и накрашенных глазах, мы тем самым совершаем аналогичный ритуал, но уже направленный на себя самого. Мы тем самым даем понять, что наше социальное я представляется нам объектом, заслуживающим ответственного, важного и даже благоговейного отношения. С другой стороны, есть позитивные и негативные практики. Позитивные практики состоят когда мы выпускаем какой-то сигнал, выпускаем послание, сообщающие о том, что нам другой человек интересен, приятен и хорошего о нем мнения. Негативные практики или практики избегания, это когда мы подавляем информацию о том, что другой сделал что-то неправильное, как раз все примеры, которые я приводил вначале из этой области, или мы подавляем информацию, которая могла бы нас скомпрометировать. Мы настолько все социализированы в маневрировании между всеми этими потоками информации, даже не замечаем, как много работы делаем. Для того, чтобы понять, насколько на самом деле ее много, нужно обратиться в детский сад или в психиатрическую лечебницу. Гоффман провел некоторую психиатрическую лечебницу в качестве включенного наблюдателя, а не в качестве пациента, хотя, читая его книги иногда, можно задуматься, он описывает собственно безумие с его социологической точки зрения. И его основная деятельность заключается в том, что есть две основные сферы правила, регулирующие человеческие взаимодействия, этика и этикет. И если нарушение правил этики приводит нас в тюрьму, по умолчанию предполагается, что правила этики нарушаются для того, чтобы получить что-то такое, что индивиду не принадлежит по праву. Украсть чужую собственность или нанести кому-то физический ущерб. Во всех этих случаях мы пренебрегли интересами других в каких-то своих интересах. Но преступления против этикета не имеют явно никакого выигрыша. Если про человека, который вспылил и побил другого, мы можем сказать, что эмоции были таким образом выражены и принесли временную разрядку или временное удовлетворение, то про человека, который нарушает правила этикета, мы, как правило, этого сказать совершенно не можем. Если это примет Гофмана и психиатрической лечебницы, человека поймали в магазине с рукой запущенной в чужую сумку, когда он вытаскал оттуда кошелек, чтобы этот кошелек украсть, это явное нарушение этики и оно приводит в тюрьму. Но если мы сталкиваемся с тем, что женщина в какой-то вот так вот там копается с любопытством, как она могла бы копаться в прилавке, вот это нарушение этикета, но не нарушение этики. Нарушение этики приводит в тюрьму, нарушение этикета наводит в психиатрическую лечебницу. Этикет по своей природе это совокупность правил обращения с лицом. Когда мы отказываемся от позитивных или негативных ритуалов, направленных на себя или направленных на других, мы грешим против лиц кого-то из вовлеченных в ситуацию людей, а это как раз та разновидность преступления, которые квалифицируются нами социологически, в точке зрения, квалифицируются как безумие. Поразительно, говорит Гоффман, как много вещей люди могут позволить себе сделать и не попасть в психиатрическую лечебницу обычно ассоциируемых с безумием, если они при этом не нарушают правил этики. Параноидная шизофрения, который рассказывает вам, что голос предложил ему предпринять какие-нибудь радикальные действия, его похищали инопланетяне или он выступает от имени вселенского разума, попадает в психиатрическую лечебницу не потому, что сообщает такие вещи, а потому, что когда вы делаете удивленные глаза и предлагаете обратить все в шутку, это такой очень хороший пример позитивного ритуала, обращенному других, когда другое делает что-то неудачное, мы предлагаем ему развернуть событие так, чтобы это было шуткой. Так вот, когда мы предлагаем сделать это шуткой, он не соглашается рассматривать это как шутку, а всякий нормальный человек, получив соответствующий сигнал, готов отыграть назад, а парандоинный шизофреник, не считывая таких сигналов, продолжает рассказывать про космический разум. Именно это симптом безумия. Правило этикета требуется выставка, которое называется тактом. И во всех обществах такт ценится высоко, и во многих такт в действительности ценится гораздо выше, чем ценятся какие-то ни было моральные свойства. Такт подразумевает способность улавливать сигналы других, способность следить за тем, что они делают со своим лицом, и предугадывать какие-то неловкие шаги с их стороны, чтобы этому лицу не был нанесен ущерб. Однако такт обычно требует ответной тактичности. Когда люди делают приглашение, которое может быть отвергнуто, тот, кто отвергает приглашение, предусматривает объяснение, которое дает отказу некоторую рациональную уважительную причину. Вместо того, чтобы прийти к гостю, к неприятному человеку, сказав, что он нам неприятен, мы говорим, что у нас очень много работы и записи на телевидении. Неприятный человек, который догадывается о том, что от его приглашения могут отказаться, будет тактичен в отношении чужой тактичности, если сделать это приглашение так, чтобы его было легко и приятно отказаться. Ненавязчиво и можно быть сделав некоторое количество вводных шагов, которые избавят отказывающихся от необходимости быть слишком решительным. С другой стороны, тексту не тактично в отношении чужой тактичности могут извлекать из этого значительную прибыль. Агрессивные продавцы, которые эксплуатируют тот факт, что большинство людей очень сложно кого бы то ни было в грубой форме отказать во взаимодействии, способны продать нам поразительно много вещей способны нам продать просто для того, чтобы они от нас отвязались. В этой ситуации мы можем узнать, какова точная монетарная стоимость поддержания лица совершенно чужого и постороннего человека. В этом смысле есть культура, которая регулируется понятиями стыда, а есть которые понятиями вины. Наша культура все больше и больше регулируется понятием вины, говорит Гоффман, понятием стыда, но не понятием вины. Вот если прежде Буритания прежде всего боялись прегрешить перед каким-то внутренним нравственным чувством, то сегодня мы все больше боимся погрешить перед впечатлением окружающих о нас и впечатлениями о впечатлениях. И в этом смысле этика в некотором роде замещает для нас этикет. Гоффман здесь ссылается на работу другого американского социолога Дэвида Рисмана, который утверждает, что в американской культуре и по умолчанию во многих других культурах происходит исторический сдвиг от культуры вины, в которой люди в большей степени регулировались какими-то внутренними правилами и внутренними этическими императивами, к культуре стыда, в которой мы все больше управляемы впечатлениями о нас окружающих. Это не исторически не уникальное явление. Руд Бенедикт писал то же самое про Японию, Анарбет Ильяс писал то же самое про аристократию 17 века, но для западной культуры это может быть новым развитием. Положение индивидов и разных групп в обществе можно описать через права и обязательства по отношению друг к другу. Иногда права и обязательства записаны в законе, иногда они каким-то образом регулируются обычаями, но всегда, когда люди соприкасаются друг к другу, мы знаем, что они другу обязаны. Некоторые права негативного свойства, они обязаны воздерживаться от того, чтобы вступать в физический контакт с окружающими, если окружающие протестуют. Иногда они позитивного свойства, вообще-то желательно улыбаться встречным, и если что-нибудь происходит в англо-американской глубинке, ну, или вообще в каком-нибудь благополучной стране, в парке, вы встречаетесь с кем-нибудь в парке, обязательно здоровайтесь, спрашивайте, как дела, не дождавшись ответа, уходите дальше. Эта система прав и обязанностей делится на два сегмента. В большинстве изученных антропологами и социологами обществ эти сегменты вполне осознаются и противопоставляются друг другу. Они в нашем языке поделяются как этика и этикет. Есть права, которые касаются, прежде всего, касаются всего, что связано с собственностью, с физической безопасностью, с распределением каких-то жизненно важных ресурсов. И эти права регулируются как раз этикой. Этика говорит, что можно, что нельзя, отбирать собственность нельзя, причинять физический ущерб тоже нельзя. Этикет существует как бы в стороне от этого. Во всех обществах есть представление о том, что этикет в некотором роде условный, может быть, в некотором смысле менее важный. То есть он как-то качественно отличен. от этики и не совсем понятно, что это такое, хотя люди, тем не менее, о нем никогда не забывают. Этикет как раз говорит нам, что нужно улыбаться встреченным в парке. Ну, как-то непонятно, на самом деле, зачем нужно улыбаться, почему нужно улыбаться, что будет, если не улыбнуться. Этикет очень различен. В каких-то странах надо улыбаться, а в каких-то, по крайней мере, антропологическая легенда утверждает, надо плюнуть в встречного примерно в тех же самых целях, потому что плевок в засушливой стране означает приветствие и готовность поделиться самым дорогим водой. Может быть, это мифология. Правила условные, их наличие безусловно универсальное, представление о том, что они качественно отличны от этики, тоже универсальное, представление о том, что есть группы или существование групп, для которых в некотором смысле этикет важнее, чем этика, это тоже почти что кросс-культурное универсалие. Откуда берется этикет? Откуда берутся все эти нормы в своем разнообразии, но при этом неожиданных совпадениях? Есть две большие социологические теории. Одна принадлежала, принадлежит, сложно сказать, как нужно склонять теорию покойного автора, но она была изобретена социологом очень сложной биографии, которая может быть определен как германа, британско-голландно, африканский Норберт Иллиас, а также африканский некоторое время проработал в Угане. Так вот, чек с очень сложной собой по имени Норберт Иллиас, который утверждал исторически, что в конечном счете объяснение существования этикета должно быть взято из политической социологии. Этикет основывается на политических механизмах и социология этикета о продолжении теории государства. Вторая теория была изобретена американско-канадским социологом по имени Эрвен Гоффман, который опирался и является расширением или развитием социологии религий. Элиас работал раньше, он, собственно, был историческим социологом, который изучал процесс консолидации государства и монополизации государством права на насилие. Наше словарное определение государства — это организация, которая контролирует, обладает монополией на определении насилия на некоторой территории, и она правильная, если мы говорим о современных государствах, но она абсолютно неправильная, если мы говорим о государствах, которые существовали в Европе до приблизительно XVIII века, а во многих других странах и значительно позже. Даже если мы обращаемся к Дюма, то армия во времена трех мушкетеров, при Людовике XIII, потом даже при Людовике XIV, в значительной степени еще конгломерат частных армий. Роты покупаются, передаются по наследству. Те, кто купил роту, могут явиться на военную кампанию. Пушкари на самом деле продают выстрелы генерального штаба, покупают на свой страх их спорах. Армия – это очень коммерческое предприятие, в котором нет еще никакой монополии. Еще при Людовике XIV есть чувство, что все это может развалиться на отдельное графство и герцог со своими собственными армиями, нет никакой французской армии. Потом наступает централизация. Параллельно с этим процессом политическая централизация обнаруживает Элиэс, усложняются и достигают какого-то невероятной сложности представления о хороших манерах. Этикет растет параллельно с политической монополизацией. Почему? Может быть, это случайные процессы. Может быть, они вообще никак не связаны. Может быть, не связаны, например, с экономическим ростом. Кто-нибудь предложил бы такое объяснение, но версия Элиэса заключается как раз в том, что они связаны очень тесно. В действительности, этикет становится важным там, где основным средством социального продвижения, основным средством карьерной мобильности становится, если хотите, интрига, а основным профессиональным или не профессиональным, а личностным качеством, которое нужно, чтобы преуспеть в этом мире, становится эмоциональный самоконтроль. Вместо спонтанного благородного дона, которому для того, чтобы преуспеть в этой жизни, нужно скакать в самую гущу схватки, рубить направо и налево мечом, перед этим, помолившись Богородице, приходят придворные. А придворному не надо рубить мечом. Меч у него совершенно декоративный. Нужно заручиться покровительством кого-то, фаворита, которому пользуется покровительством еще более важного аристократа и так далее, до самого верха, до короля солнца. Король солнца, двор которого Ильяс описывает в диссертации, гигантский паук, который вот так вот манипулирует своими символами милости. Очень успешно манипулирует. Людовик XIV – совершенно бездарная личность во всем, за исключением этой манипуляции. Но манипуляция настолько успешна, что после того, как он подавляет восстание фронта, у него нет нужды и ни казнет во Франции за политику ни одного человека. При этом он приручает французских аристократов целиком. А для того, чтобы выжить вот в этом мире намеков и полунамеков, подмигиваний, стратегических шагов, нужно уметь очень хорошо контролировать себя, подавляя свои естественные выражения антипатии или симпатии к другим людям, подчиняясь стратегическим целям. Этикет есть символ принадлежности к аристократии прежде всего. Этикет в некотором роде всегда подавляет наши естественные импульсы. Вообще-то есть руками гораздо проще и естественнее, чем есть вилкой и ножом в позитии у любого трех-пятилетнего ребенка. Есть вилкой и ножом гораздо естественнее, чем есть большим набором вилок и ножей, которые лежат в большом официальном приеме. Почему все это появляется? Да именно потому, что человек, который настолько способен подавить свои естественные порывы, тем самым показывает, что он может подавить их, видимо, и в других обстоятельствах, политических обстоятельствах. Настоящий интриган должен быть по-настоящему этикетно утонченным и воспитанным человеком. Вторая конкурирующая теория — это теория, которая утверждает, что этикет — совершенно иные истоки. Она берется из работ французского социолога Эмиля Дюргейма, известного, много чем известного, но последнего, самая важная работа, была посвящена астологии религии. И Дюргейм, отчасти так же, как и Фрейд, говорит, что за религиозным опытом или за религиозным представлением всегда должен быть какой-то реальный опыт. При этом он атеист. Он примерно, как и Фрейд, говорит, что это совершенно не тот опыт, о котором думают религиозные люди. Это опыт реального соприкосновения с бесконечно могущественным, кажется, вечным и всезнающим существом. Но для Фрейда этот опыт в детстве, ну и, естественно, отец или мать — это вот то самое существо для каждого из нас. А для Дюргейма это общество. Общество по отношению к каждому конкретному индивиду бессмертно, общество всезнающее, общество всемогущее. У каждого из нас есть опыт жизни в этом обществе. Наша идея Бога — это как бы вот такая вот визуализация опыта бывшего у каждого из нас. Религиозный опыт внедряется в нас через ритуалы, которые для Дюргейма очень и очень важны. И религиозные, разноконсервативные современники Дюргейма, в общем-то, с удовольствием воспринимали эту идею, говоря, ну да, посмотрите, посмотрите. Мы говорим, что религия очень важна, а религия-то приходит в упадок, значит, и само общество распадается на части. Нет, говорит Дюргейм, все совершенно не так. Общество не распадается на части, потому что религия не исчезает. Но религия качественно меняется. По мере того, как мы приходим к гомогенному, механически однообразному обществу, ко все более сложному, сложносоставному, состоящему из органически связанных частей, вместо того, чтобы воспринимать общество как что-то совершенно внешнее и чуждое себе, и сводимое к одному образу Всевышнего, мы начинаем воспринимать это самое общество как рассеянное, где-то флюидно присутствующее вокруг нас каждую минуту. И более того, если прежде есть один символический бог вне, то теперь каждый из нас получает частицу этого священного. Когда мы говорим о священности и неприкосновенности личности, мы, объявляя Дюргейм, указываем пальцем в правильном направлении. На самом деле в каждом из нас появляется что-то от бога, потому что по мере того, как каждый из нас становится необходимым элементом сложной органической и социальной ткани, нет атрибута божества. Вот этот свет божества, свет сакралий начинает от каждого из нас исходить. Критики Дюргейма или последователи Дюргейма были очень впечатлены многие этой мыслью, однако им не хватало для завершения всей этой картины, чтобы им сказали, а где же тут ритуалы? Ну хорошо, религию мы нашли, знаем, что ритуалы очень важны, но где у этой религии, если индивид, есть религия современного общества? Если вместо того, чтобы поклоняться богу, мы поклоняемся личности или индивиду, то где же тот ритуал? Где вот та практика, в которой мы возобновляем это поклонение, когда мы соприкасаемся с божеством? И у Дюргейма нет никакого ответа на этот счет, но вот у Гоффмана он есть. Гоффман говорит, что каждый раз, когда незнакомые люди встречаются в парке и спрашивают друг друга, как у них дела, как если бы им было друг до друга хоть какое-то дело, вот эта маленькая условность, есть ритуал, в ходе которого они воздают должное, приносят маленькое жертвоприношение личности, которой каждый из них является. Индивид, говорит Гоффман, является существом из двух слоев современного общества. Одним слоем является что-то, что мы можем назвать лицом. Вторым слоем или идентичностью, вторым слоем является агент, который стоит за этим лицом, которому лицо как бы доверено. Можно сказать, что индивид сохранил лицо, а можно сказать, что потерял лицо. Когда мы произносим эти слова, они, кстати, удивительно универсальные вести. Например, в английском можно сказать то же самое, в китайском можно сказать то же самое. Так вот, когда мы используем эти слова, мы тем самым противопоставляем лицо индивида. И в то время как индивид может заслуживать одобрения или недобрения, мы считаем, что сохранить лицо потерять плохо, само по себе лицо оказывается тем, что каждому из нас доверено снаружи и чем-то, что требует постоянной заботы. Причем заботы не только от того, кому лицо доверено, но и от всех этого кого-то окружающих. Наши маленькие этикетные жесты — это прежде всего фабрика ритуала, фабрика преклонения перед тем отблеском божественного социального, к которому каждому из нас доверено. Эмоции традиционно считаются принадлежностью человеческой личности и, соответственно, областью интереса психологии. Психологи очень обижаются, когда социологи говорят, что им тоже есть что сказать про эмоции. Но несмотря на то, что эмоции так сильно ассоциируются именно с психологиями, с какими-то внутренними личностными процессами, по крайней мере, в двух смыслах эмоции — глубоко социальное явление. Во-первых, эмоции испытываются в соответствии с определенными правилами. Когда мы последним за собой, посмотрим вокруг себя, мы увидим, что, в общем, то, что мы испытываем, довольно сильно регулируется обществом. Некоторые эмоции считаются уместными, и если люди их не испытывают, то их упрекают в том, что они явились на чей-то день рождения и сами сидят со скучным видом. Некоторые из них считаются, ну или подумайте, они ведь на чьи-то похороны сидят там с веселым видом, это еще хуже. Некоторые эмоции таким образом считаются уместными, некоторые неуместными, некоторые не одобряются, некоторые одобряются. И, по большому счету, есть не так много свободы, не так много ситуаций, когда мы можем полностью для себя решить, находясь рядом с другими людьми, что испытывать. Ну, собственно, некоторые эмоции никогда лучше не испытывать, лучше не проявлять сильную ярость во всех ситуациях, кроме тех, которые обязательно предъявлять, потому что вы испытываете законное возмущение. А, с другой стороны, некоторые эмоции, даже многие эмоции, по всей видимости, глубоко социальны по своей природе, они есть продолжение ситуации, результат вовлечения именно в социальную ситуацию. Стыд, например, это социальная эмоция. Стыд мы испытываем, когда делаем что-то такое, когда другие видят нас, делающими что-то такое, чего, по идее, другие не должны нас видеть. А мы можем испытывать стыд, если сделали что-то такое, когда других нет, потому что мы как бы постоянно находимся, взрослые люди постоянно ощущают, что за ними следит обобщенный другой, какая-то генерализованная социальная аудитория, которая собрана из всех людей, которые мы знали или знаем. Но, в целом, взгляд обобщенного другого, он гораздо слабее, чем взгляд очень конкретного другого, поэтому подавляющее большинство людей, оставшиеся совершенно одним, даже получают некоторое удовольствие от того, что они делают такие вещи, которые никогда не сделают, если других не будет рядом. В этом смысле социологам есть что сказать про эмоции и как про объект, который регулируется нормами, и как про нечто такое, что является следствием ситуации. Про нормы и правила чувствования написала книгу Арли Хокшельд, которая начиналась как исследование труда стюардесс. Хокшельд обнаружила, что в отличие от разных других групп в сфере услуг, которая, собственно, главная граница, можно сказать так, между сферой услуг и сферой более традиционной физического труда, которая продвигает в том, что работники сферы услуг работают личностью. Собственно, они не столько предлагают физический труд, сколько они предлагают видимость того, что они испытывают какие-то эмоции по отношению к людьми, с которыми взаимодействуют. В некоторых формах сферы услуг именно это, собственно, основная профессиональная квалификация. Хокшельд хотел написать марксистскую книгу о стюардессах и о их труде. И, собственно, одно из главных наблюдений было такое в школе стюардесс, что главное, чему там стюардессы учат, это вовсе не тому, что нужно, как разносить напитки, там, в общем, большого-то ума не надо, а в том, как вести себя, как чувствовать себя по отношению к пассажирам. Главное, чего нужно учить стюардессы, это, во-первых, подавлять себе страх и всем видом выражать уверенность, что полет не может не закончиться нормально, или всем видом излучать любовь к пассажирам, даже если пассажиры в это время хватают их за коленки, или как-нибудь еще ведут себя так, как лучше, чтобы они себя не вели. Почему люди вообще готовы за это платить? Почему авиакомпания может рекламировать себя как авиакомпания с самыми дружелюбными стюардессами? В конце концов, люди садятся в самолет не для того, чтобы получить дружелюбие за деньги, а для того, чтобы долететь из пункта А в пункт Б. У Хокшильда изобретает длинную сложную теорию о том, что в действительности эмоции важны, поскольку они являются разновидностью поведенческих сигналов. Они говорят нам о том, как люди на самом деле видят происходящее с ними. У нас в тех есть какие-то мнения о происходящем, о людях, которые нас окружают. Иногда они такие, что с этими людьми лучше мнениями не делиться. Но в целом мы способны их скрывать. Мы примерно представляем себе, что надо говорить, что не надо, и благополучно фильтруем информацию. Однако эмоция – это такая вещь, которую не так-то просто фильтровать, и она выдает то, что мы думаем на самом деле. В этом смысле, говорит Хокшильд, стюардессам платят за то, чтобы они скрывали то, как они видят окружающую реальность, достаточно хорошо. Вот это основа их труда. Чтобы они не отклонялись от правил чувствования, которые в действительности есть правила восприятия. Стюардессе полагается воспринимать полет как безопасность. Стюардессе полагается воспринимать каждого индивидуального пассажира как гостя. И главная загвоздка – это подавить любую информацию, которая может как-то скомпрометировать это определение. Вторая линия исследований была, возможно, даже более интересной. Ей занимался научный руководитель Хокшильд Гоффман, который очень интересовался разными вещами, разными переживаниями, которые связаны с физическим соприсутствием. В частности, Гоффман написал несколько статей о социальных истоках смущения, увлеченности и стыда. Гоффман, в частности, пытался пересмотреть взгляд на эмоции как на что-то, что есть прямое выражение личности, и вместо этого предлагал их считать прямым выражением ситуации. Эмоция возникает, типичная эмоция типа смущения возникает из какой-то разновидности ролевого конфликта. Например, в том, что мы называем смущением, проявляется в ситуации, когда индивид обнаруживает, что вынужден играть две несовместимые роли одновременно. Типичная ситуация для смещения – это сотрудник пошел в топ-лис-бар, сотрудник мужчины пошел в топ-лис-бар и встретил там своего начальника. Хотя, в общем, он знает, видимо, как вести себя в топ-лис-бар. Лас туда ходит, начальник знает. Он знает, как вести себя с начальником, раз еще имеет работу. Но как вести себя с начальником, который встречен в топ-лис-бар, он не знает, потому что это две совершенно разные поведенческие регистра. В одном полагается вести себя, выражая все чувства, которые испытывает переполненные гормонами самцы, а во втором – как, в общем, сотрудник, напряженно думающий о работе. Начальник примерно так же, видимо, смущенно это переживает. Хуже всего, разумеется, если кто-то из них встретит сотрудника своего офиса в качестве топли, собственно, танцовщицы, это вообще фатально. А если в этой ситуации одна из участников неловкого момента падает в обморок, то традиционный социолог типа Дюргеев мог бы сказать, что это свидетельствует о недосоциализации. На самом деле, говорит Гопн, это свидетельствует о сверхсоциализации. Самоубийство героя, который не может примирить героиня классического романа, который не может применить свою роль возлюбленной и свою роль жены и матери, это классический пример сверхсоциализированного самоубийства, когда из-за невозможности сыграть две роли и невозможно отказаться одной из них, потому что и та, и другая социально правильная, социально одобряемая и морально очень желательная, и героиня выбирает единственный вариант, который избавляет ее от необходимости выбора раз и навсегда. О более позитивных эмоциях, не таких печальных, как смущение, Гоффман тоже было что сказать. Гоффман рассказывает, в частности, что переживание типа неловкости и оппозиция этой неловкости, легкость, эмоциональная вовлеченность в ситуацию, есть антонимы друг друга, которые возникают из одной черты, собственно, отчасти уже разобранной. Любая ситуация определяет, в каких качествах люди в ней пребывают. У нее есть официальное определение, в общем, люди примерно знают, что здесь и сейчас происходит. Помимо этого официального определения, они могут знать, догадываться, предполагать какой-нибудь подтекст. Они знают, в какой роли выступают, и они знают то, что называется правилами релевантности. Они знают, что остается за пределами этой роли. Они знают, какая часть их «я» в этой ситуации, в принципе, не должна проявиться, даже если в другой ситуации эта часть «я» вполне возможна и вполне релевантна. В момент, когда обнаруживается, что эта вторая часть их «я» хочет вернуться, несмотря на то, что она вытеснена, они испытывают нарастающую неловкость. Типичный генератор неловкости в повседневных взаимодействиях – это, в общем, все, что относится к сфере брачного поиска и взаимного ухаживания. С одной стороны, это вполне нормативно, даже обязательная активность для молодых и не связанных узами мужчин и женщин. С другой стороны, она очень плохо сочетается с подавляющим большинством, например, профессиональных активностей. И в большинстве ролей, в которых молодые мужчины и женщины соприкасаются – клиенты, продавщица, коллеги в офисе. Вот почти любые отношения, в которых они могут войти. С одной стороны, дают очень благоприятную почву для того, чтобы развивать их романтическую сторону, а с другой стороны, как только они задумываются о продолжении в романтическую сторону, они обнаруживают, как накапливается то содержание, которое с их нынешней ролью абсолютно не совместило. В этом смысле, неловкость, которая производит глубокий вырез в офисе и причина, почему глубокие вырезы в офисе обычно запрещены, она протекает именно из этого факта, из-за того, что сотрудники не знают, о чем именно думать, поскольку в качестве сотрудника они не могут, а в одном качестве, в общем, не должны. Но я обещал, собственно, рассказать о более позитивном моменте. Итак, у нас есть неловкость, если есть что-то такое, что нужно выдавить, выжить из этой ситуации. Есть смущение, когда оказывается, что есть две вещи, которые нельзя выдавливать, но при этом они совместимы друг с другом, а есть, наоборот, легкость, вовлеченность, которая – одно из главных социальных благ. Люди готовы заплатить очень много денег за то, чтобы почувствовать момент полного вовлечения, занимаясь чем-нибудь экстремальным спортом, например, не иметь никаких задних мыслей. В обычной социальной жизни у нас очень много задних мыслей, очень много вещей, которые мы не должны показывать. Люди строят свой отдых или свой досуг вокруг и всегда вспоминают моменты, когда у них этих задних мыслей не было вовсе. Гоффман пытается исследовать ситуации, в которых эти самые задние мысли пропадают. У него есть несколько работ по природе, о природе игры, например, о природе ситуации, в которой люди специально организуют так, чтобы задних мыслей не было. Например, для того, чтобы быть увлеченным игрой, нельзя играть на слишком большие деньги, потому что тогда думаешь о выигрыше-проигрыше. Лучше не играть без денег совсем, потому что тогда думаешь о чем-то другом, но правильная сумма денег, точно рассчитанная для конкретной ситуации, способна обеспечить полное вовлечение в процесс игры, который не выплескивается во что-нибудь другое. Аналогичным образом люди очень грамотно и очень талантливо строят дизайн повседневных ситуаций так, чтобы гарантировать вот это вот отсутствие задних нагладывающихся мыслей на природу взаимодействия. Почитайте любое пособие по проведению досуга, и там можно узнать, например, что две семейные пары должны играть в любую азартную игру не по делению муж и жена с одной стороны, муж и жена с другой стороны, а нужно объединиться с чужим супругом, потому что таким образом выигрыш или проигрыш никаким образом не расположит иерархический домохозяйство по отношению друг к другу. То есть обычные соображения статуса и превосходства здесь будут как бы сняты тем фактом, что эти пары перемешаны. Вот такого рода талантливые, незаметные, но при этом очень изобретательно организованные институты делают нашу жизнь гораздо прекраснее, чем она была бы без них. Гоффман занимает очень необычное место в истории социологической теории. Теории легче всего опознавать и легче всего запоминать, и лучше всего, и даже правильнее всего запоминать, по центральной эмоциональной тональности, как в художественном произведении, во многих художественных произведениях, так и во многих книгах по социологии есть центральное настроение, центральный мотив, который характеризует эту книгу и часто характеризует автор. Когда мы берем Дюргейма, то центральное чувство, о котором он пишет, которое объединяет социальный мир, так как он его видит, это чувство солидарности, ощущение единения с другими, слияние в едином порыве, или, например, отсутствие, которое представляет собой повод для эгоистического самоубийства. Вебер – это протестантская тревога кальвиниста по поводу своей избранности или неизбранности. Гоффман – совершенно другой. Для классиков социологии большое повествование – это повествование о каких-то важных, возвышенных чувствах, а Гоффман пишет о вещах столь обыденных, что большинство людей даже считают их недостойными для того, чтобы о них вообще писать. Его центральный эмоциональный опыт, который объединяет почти все, что им написано – это, если хотите, ощущение бытовой неловкости. Представьте себе, что вы отпустили какой-нибудь комментарий о плюзер с короткими носами, а потом догадались посмотреть на нос собеседника, а потом догадались вспомнить, что вы видите, когда смотрите в зеркало, и как выглядит ваш собственный нос, и повисла неловкая пауза, потому что вы поняли, что брякнули что-то лишнее. Весь Гоффман, по большому счету, об этих неловких паузах. Он был выдающимся, не только выдающимся ученым, но и выдающимся… Я не знаю, какое слово для этого можно подыскать. В интернете его назвали бы троллем. Профессора сложно описать таким образом, но большая часть его вдохновенных страниц о неловкости, и неудобстве, и смущении были написаны кровью его студентов, потому что его классные комнаты превращались буквально в пыточные камеры, говорят, который он опробовал все свои соображения о том, почему людям легко или нелегко иметь дело друг с другом на непосредственно подручных, подопытных. Гоффман ввел понятие стигмы для того, чтобы описать одну специфическую конфигурацию человеческих свойств или человеческих атрибутов, которые особенно часто продуцируют неловкость. Мы представляем себе людей вокруг как представители каких-то категорий. Мужчины, женщины, старые, молодые, богатые, бедные и т.д. В большой степени вся асцология об этих категориях. Некоторые из этих категорий сопутствуют друг другу обычно. Мы обычно предполагаем, что домохозяйка – женщина, а банкер, например, мужчина. Есть какая-то корреляция. Иногда встречают сочетания, которые неожиданны, не вписываются в наши ожидания. Гоффман называет эту совокупность ожиданий, которые мы достраиваем виртуальной идентичностью. У нас есть какие-то элементы идентичности индивида, и по ним мы пытаемся спроецировать все остальные. То, что на самом деле характеризует его или ее – это актуальная идентичность. Виртуальная и актуальная идентичность расходятся, если какой-то атрибут не сочетается в глазах окружающих с другими атрибутами. Этот атрибут может быть просто необычен и никак не оценочно не нагружен. Он может делать человека хуже, а может делать лучше. Атрибут, который Гоффман называет «Стигман» – это такой атрибут, который делает индивида хуже, чем если бы этого атрибута не было. «Блинный нос все равно до Бержерака» – прекрасный пример. «Все равно был бы гораздо лучше, если бы нос был нормального размера». Очень хорошо Гоффман охарактеризует то, что «Стигма» и его книга на соответствующую тему начинается с совершенно душераздирающего письма девушке в женский журнал, который она спрашивает, не покончить ли ей с собой, потому что она родилась без носа. На месте ноздрей на ее лице две уродливые ямы. И это все, что есть. И вот она не понимает, почему, и не понимает, что ей делать дальше вообще. Это почти идеальный пример. «Стигма» во многих отношениях для Гоффмана очень-очень удобный. Он не стесняется использовать такие удобные примеры. «Стигма» бывает трех типов. «Стигма» бывает физической, такой, как нос Серано. Она бывает моральной или характерологической, когда мы предполагаем, что имеет место какой-то моральный дефект. Она бывает, наконец, групповой или племенной. И это то, что мы называем стереотипами, негативными стереотипами в отношении группы в целом. Стигмы всех трех типов, конечно, отличаются друг от друга. Границы между ними не всегда ясно проводимы. Например, по поводу гомосексуальности есть разные теории, связанные с тем, какого рода это стигма. Если мы принимаем биологическую теорию происхождения, она становится чем-то наподобие слишком длинного носа или, например, наследственного заболевания. Если мы обращаемся к социальной теории происхождения, она становится чем-то типа племенной стигмы. То же самое, что и этничность. Если мы предполагаем, что это моральная испорченность, как предполагает традиционный консервативный дискурс, то от этого она становится разновидностью характерологической стигмы. В этом смысле четкой границы между ними нет. Но между ними, тем не менее, есть разница в зависимости от того, к какому полису они тяготеют. Про некоторые формы стигмы мы предполагаем, что они являются виной и ответственностью того, кто этой стигмы несет. В других случаях мы считаем, что это беда. Девушка, которая оделась без носа, вызывает на нас сочувствие. Герцог Рочестер, который потерял нос из-за того, что болел сифилисом, потому что предавался всевозможному беспутству, способен вызвать у моралистических пуретан даже некоторое злорадство, потому что они от себя во всем отказывали, теперь видят, что тропа порока не ведет ни к чему хорошему. Тем не менее, во многом в этих стигмах, каково бы ни было их происхождение, есть общая динамика, и они имеют общее следствие для взаимодействия между людьми. Присутствие стигмы и стигматизированного индивида вызывает других неловкость. Он, то, что Гоффман называет «виновная личность», не в том смысле, что обязательно в чем-то виноват, а в том смысле, что из-за него всем остальным непросто. Ситуация взаимодействия всегда осложняется для окружающих, когда в нее оказывается вовлечен стигматизированный индивид. Представьте себе, что вы имеете дело близко с человеком, у которого есть горб. Горб представляет собой интерактивную проблему, безжалостно сообщает Гоффман. Во-первых, разумеется, правила поведения, скорее всего, предписывают, так вы их понимаете, предписывают вам не обращать на этот горб никакого внимания. Но старательно не обращать на что-то внимания совсем не так просто. Когда вы хотите не обращать внимания, ваш взгляд невольно мигрирует туда, на что вам не надо обращать внимания. Дальше больше. Если вы решили заняться каким-то активным спортом, то, имея рядом человека, о стигме которого вы извещены, но с деталями наделенности, которой вы не знакомы, вы постоянно попадаете в сложные ситуации. Приглашать ли, например, его заняться побегать и поиграть в футбол? Мешает ли Горб играть в футбол? Если вы не пригласите, то получится, то все поймут, и прежде всего сама жертва этого события, что его считают калекой. Если пригласите, а вдруг вы действительно пригласите человека, который не может играть в футбол, так как остальные? Гоффин показывает, что люди, не наделенные стигмой, легко окружают их самой невероятной мифологией, казалось бы абсурдной. Про слепых ходят самые разные истории, некоторые из которых как бы поднимают их над остальными. Например, про слепых верят, что у них исключительно развиты все остальные чувства, что не соответствует действительности. Так или иначе, оно в каком-то степени отделяет их от всех остальных людей. Возвращаясь к нашему примеру, допустим, вы решили играть в футбол, но надо ли играть в футбол с человеком, который, возможно, не может играть так, как вы, так как вы играете с другими игроками? Можно ли, например, его пихать? Можно ли его толкать, как вы толкнете остального? Если вы не будете толкать и будете обращаться с ним как не вполне полноценным игроком, не будет ли это хуже, чем если бы вы толкали? Короче говоря, каждое такое соприкосновение порождает массу озабоченностей, массу тревог, которые отсутствуют в нормальном взаимодействии. Взаимодействие, которое ощущается как нормальное. Гоффман, что очень характерно для него, везде пишет «мы нормальные», обращаясь к своему читателю. Составляет читателя, разумеется, много раз почувствовать, насколько читатель сам ненормален, потому что каждый из нас легко придумает массу контекстов, в которых мы все так иначе стигматизированы. Чтобы понять позицию Гоффман, надо иметь в виду, что он был крошечного роста, ребенком еврейских мигрантов из Одессы, который вырос в Канаде, в маленьком городке, в котором, по его собственному выражению, владеть французским было то же самое, что быть гомосексуалистом. Дает представление об атмосфере городка. Он знал очень много о том, как быть стигматизированным. Кроме того, он обладал несносным характером, как можно догадаться по его книгам. И в этом смысле его такое сознательно жестокое, вводящее из равновесия читателя обращение – это одна из самых запоминающихся черт всей его литературы. Так вот, стигматизированный индивид всегда создает вокруг себя ореол неловкости. Постоянное ощущение того, что тем, кто с ним взаимодействует, нужно иметь какие-то задние мысли. Самый, разумеется, об этом очень хорошо знает. И взаимодействие от этого не становится проще. Есть некоторые группы, в которых большинство стигматизированных находит себя. Например, группы им подобных. В конце концов, когда вы с товарищами по несчастью, вам не нужно претворяться, что этого несчастья не существует. Вы как будто отделяетесь от других людей, но при этом вы находите тех, кто понимает вас, кто знает, как к вами обращаться, и кто разделяет ваши проблемы и ваши чувства. Обычно есть еще другая группа, которая называется «мудрыми» – «вайз». Это те, кто по какой-то причине очень тесно взаимодействует с людьми с этой конкретной разновидностью стигмы. И благодаря этому учатся понимать их, учатся взаимодействовать с ними, так как не умеют обычные, нормальные, в скобках, люди. Например, преступники часто тянутся к полицейским, потому что, несмотря на то, что полицейские находятся на другой стороне закона, полицейские взаимодействуют с преступниками и знают, как с преступниками взаимодействуют. Большинство людей не знают профессиональных преступников, имеют самые удивительные предрассудки по поводу этих самых преступников. Большинство их боятся, считая, что преступники – вероятно, аморальный элемент, который может совершить все, что угодно. Некоторые могут их идеализировать. Так или иначе, они не знают, на что похожа жизнь такого человека. А полицейские, в общем, знают. И поэтому с полицейскими, хотя они находятся на другой стороне закона, легче, чем с нормальными законопослушными гражданами, потому что они где-то очень далеко, они живут в своем собственном мире. Стигма – это одна из важных тем всей западной политической культуры. И не только западной политической культуры, которую мы наблюдаем в современном мире. В большой степени политика, которую мы видим сегодня, – это политика направлена на интеграцию стигматизированных групп. Больше всего в странах Запада, но и везде, где их культурное или социальное влияние ощущается. Например, в России, когда люди начинают заботиться о тех, кто прежде был исключен, а кого старались держать подальше, потому что они вот те самые виновные, неудобные личности, мы наблюдаем попытку интегрировать их и каким-то образом нивелировать влияние стигмы на взаимодействие. Гоффман показывает, что благие намерения не всегда приводят к благим результатам. Тягивая людей, которые полубессознательно рассматриваются как не вполне полноценные люди во взаимодействии, можно нанести им гораздо больше ущерба, чем если бы их просто оставили в покое. Гоффман не предлагает никакого решения на этот счет. Получается из двух книг, что любое решение, которое может быть сильно правильно принято, в той или иной степени совершенно ужасно. Тем не менее, этот вектор политики просматривается повсеместно, и мы видим, как он доминирует, часто вытесняя более традиционную политику, основанную, например, на экономических интересах. Проблемы, связанные с интеграцией мигрантов, это в большой степени не экономические проблемы, или, строго говоря, политические, а проблемы, которые рассматриваются сквозь призму существования людей, которые по этническому признаку, например, стигматизированы. Западная политическая культура развивает в себе форму чувствительности к любой исключенности. Любая группа, которая прежде была исключена и стигматизирована, теперь становится объектом специальной целенаправленной заботы. Это касается мигрантов, это касается гей-парадов, например. Исключение одной стигматизации, однако, создает другим. Прежние стигматизаторы оказываются новыми стигматизированными. Ницше гениально предвидел то время, когда условно-гофмановские нормальные, абсолютно нормальные, несуществующие нормальные индивиды окажутся в меньшинстве и почувствуют себя со всех сторон под давлением или под наступлением разных групп для него ущербных, которые требуют для себя новых и новых прав. У Вильяма Томаса необычная, даже странная научная судьба. Он известен благодаря двум вещам, которых фактически не делал, и неизвестен благодаря огромному количеству вещей, которые фактически делал. Сам по себе Томас, впрочем, был тем человеком, от которого можно было пожидать такой неожиданной посмертной судьбы. Он был исключительным эксцентриком. Он был, помимо того, что он был социологом, был известным путешественником, любителем психоаналитиком, отъявленным эротоманом, которого изгнали из Чикагского университета за громкий сексуальный скандал. Это не помешало ему через несколько лет избраться президентом Американской социологической ассоциации и вообще быть культовой фигурой для целого поколения студентов. Именно он до Кинси приобщил некоторые сегменты читающей американской публики к разной европейской, очень фримольной по меркам тогдашней консерваторов научной теории. Томас известен сегодня благодаря двум вещам. Одна из них называется теоремой Томаса, а вторая – это, любимая социологами, понятие определения ситуации. На самом деле, хотя он использовал и то, что мы называем теоремой Томаса, и то, что мы называем определением ситуации, это было для него совсем не центральной темой. И использован их не совсем в том смысле, в каком используем мы. Определение ситуации у него значило не то, как люди видят окружающий вокруг себя мир, а ближе к тому, что мы сегодня назвали бы системой ценности. Он пишет о том, как мигранты, прежде всего мигрантки и мигрантские девушки, он очень интересуется именно девушками во всем, что он пишет, адаптируется к новой культуре, которая подразумевает нормы поведения, отличные от тех, которые были в их консервативных восточноевропейских лет, например, ирландских деревнях, из которых они приехали. Второй термин или второе определение, которое, собственно, является теоремой Томаса, появляется в его работе как бы случайно. На самом деле он совсем не пишет в том месте, в каком она впервые формулируется, о том, что эта теорема сообщает читателю. Теорема гласит следующее. «Ситуации, определенные людьми как реальные, реальны по своим последствиям». Полная фраза звучит следующим образом. Она рассказывает про каком-то преступнике, который попал в психиатрическую больницу, потому что расстрелял свою семью, так как принял их за исчатие ада. Он, разумеется, был безумцем, запятая. Но ситуации, определенные людьми как реальные, реальны по своим последствиям. А дальше начинается какой-то совершенно другой пассаж. Он не предполагает, что в этот момент формулирует глубокую мысль. Однако, поскольку все, что пишет Томас, ярко интересно и небольшой бестселлер не только среди его студентов, но и среди большего сегмента публики, эта фраза несколько раз попадает в эпиграфы к важным социологическим книгам. А потом, примерно в 1940 году, другой очень известный социолог Роберт Мертон напишет статью под названием «Самоисполняющееся пророчество», в которой впервые назовет это теоремой Томаса. Разумеется, это никакая не теорема с точки зрения математики. Если уж что-нибудь, то это аксиома, поскольку никаких доказательств этого нет. И тем не менее, оно в компактной форме передает мысль, очень важную для всей социологической теории. Общество существует в соответствии со своими представлениями о реальном. Даже если эти представления неадекватны с точки зрения какого-то другого общества, это другое общество должно мириться с тем, что во втором все происходит так, как если бы они были совершенно точны. Если в обществе А верят в ведьм, то с точки зрения общества Б это может быть предрассудком. Однако общество Б должно мириться с тем, что в обществе А есть охотники, как профессиональные охотники на ведьмы случаются все те плохие вещи, которые сопровождают веру в колдовство. Помимо такой тривиальной интерпретации, есть и несколько более далеко идущих тем, связанных с теоремой Томаса. Первый из них вводит Мертон в своей работе о самоисполняющемся пророчестве. Самоисполняющееся пророчество – это пророчество, которое становится реальностью в силу того, что оно сделано. Примерно так, как в Макбете, например. Всего того, о чем рассказывает Шикбер, не случилось бы, если бы ведьмы не напророчили это Макбет. Зритель остается в недоумении по поводу того, а что было бы, если бы Макбет ничего не сделал. Но мы знаем, что он как раз-таки натворил много чего под влиянием этого пророчества. Если бы пророчества не было, он бы этого не сделал. А если бы этого не сделал, пророчество бы не исполнилось. Мы остаемся в недоумении о том, что случилось бы, если бы события пошли по-другому, и он миновал этот самый несчастный лес. В обществе мы находим огромное количество вещей, которые случаются более-менее по тому же сценарию. Если много людей поверят, что банк разорится, он разорится. Важно не то, каковы финансовые активы банка, по большому счету, каково финансовое положение. Важно то, сколько людей верит, что он на грани краха. Если все вкладчики ринутся из-за мать вклада, любой банк обрушится. В этом смысле наша экономика является не предметом жестких материальных активов, то есть в конечном счете базируется не на этих активах, а на вере множества людей в их существование. Кейнс, которого по понятным причинам все это очень интересовало, предлагает даже более изящную и в какой-то степени заходящую дальше модель, которую он называет модель конкурса красоты. Представьте себе, что в локальной газете изображены портреты шести девушек, и читатели просят оценить, какая из девушек самая привлекательная. Тот, те, вернее, кто назовут ту же самую девушку, что и максимальное количество других читателей, получит приз. Здесь есть тривиальная стратегия поведения – выбрать самое привлекательное женское лицо. Но большинство читателей поведут себя не так. Они попробуют понять, какое женское лицо сочтет наиболее привлекательным большинство других читателей. И более того, каждый из них может подумать, что большинство других читателей будет рассудать примерно таким же образом. И важно даже не то, что подумают о большинстве других читателей, а то, что большинство других читателей подумают о большинстве других читателей. Мы можем привести это на четвертый уровень. Большинство других читателей подумают о большинстве других читателей, которые подумают о большинстве других читателей. Так вот, говорит Кейнс, нет никаких гарантий, что это остановится хотя бы на пятом или шестом уровне. То, что реально произойдет с выбором девушки или с нашими финансовыми рынками, основано на том, что большинство других людей подумает о большинстве других людей. Недавний анализ экономики, например, разный недавний анализ экономики, демонстрирует, что биржевые трейдеры действуют на основании некоторых стереотипных, в общем-то, заведомо абсурдных представлений о поведении других биржевых трейдеров, не потому, что они знают, что другие трейдеры не такие, а потому, что они думают, что другие трейдеры думают, что они думают, и в конце концов, все сходятся на том, что если прошла негативная новость по телевидению, то рынки должны рухнуть. Да, мы знаем, что это не связано с рынками. Да, мы знаем, что после того, как рынки рухнут, они, вероятно, поднимутся, потому что все знают, что это локальная реакция рынка. Но поскольку мы ожидаем, что они рухнут, они таки в результате падают. Более мрачное, еще более мрачное, если есть что-то более мрачное, чем финансовые кризисы, рассуждения такого рода встречаются в работах политологов или военных аналитиков времен Холодной войны. Например, Томас Шаллинг, недавно Нобелевский лауреат, много консультировавший Пентагон, представлял сценарий, делавший холодную ядерную войну едва ли неизбежной, примерно таким образом. Мы не хотим атомной войны, имею в виду американцев. И русские не хотят атомной войны. И мы знаем, что русские не хотят атомной войны, а русские знают, что мы не хотим атомной войны. Но русские могут не знать, что мы знаем, что они не хотят атомной войны. А поэтому они могут решить, что мы можем. А значит, они решат, что должны быть первыми. А это значит, что единственный способ выжить – это фактически быть первыми. То, что никто не нажал на красную кнопку, хотя было много оснований для того, чтобы рассуждать именно таким образом у генеральных штабов обоих сторон, это загадка, требующая социологического разрешения. Хотя в данном случае механизм не сработал. В данном случае, когда кажется, что обе стороны не могли быть уверены, что через много-много-много этих самых самоисполняющихся шагов, о которых нам рассказывает теорема Томаса, не будет какого-то минимального сбоя. И кто-то решит, что кто-то решит, что кто-то решит. А тем не менее, никто не решил. Но в других случаях такая система работает практически идеально. Популярные примеры, которые взялись из совсем другой области, исследований, связанные с экономикой, это так называемая трагедия рождественских подарков. Опросы, которые многократно проводились в Америке и близкие к культурным сторонам, показывают, что большинство американцев терпеть не может Рождество. Если вы спросите американцев, хотели бы вы, чтобы Рождество не праздновалось так, как оно праздновается с подарками и тому подобное, американцы ответят «да». Потому что Рождество – это бесцельная трата денег на покупку огромного количества подарков, которые, в общем-то, большинству людей совершенно не нужны. Мы обычно дарим другим людям не то, что им хотелось бы получить, а они дарят нам не то, что мы хотели бы получить. Наибольшая полезность была бы достигнута, если бы каждый потратил эти самые бессмысленно растранжиренные деньги на самого себя или на тех, кого мы действительно хорошо знаем. Но мы все все равно идем в магазины и покупаем подарки, потому что мы предполагаем, что большинство других людей вокруг нас предполагают, что подарки должны быть сделаны. А если подарки не будут сделаны, это может быть рассмотрено как жесть личной неприязни. И хотя даже когда мы догадываемся, что наше отношение к Рождеству одинаково, то подозрение, что другие люди, к сожалению, не смогут выбрать между одной из двух интерпретаций. Или мы знаем, что они знают, что мы все не любим Рождество и поэтому ничего не подарили. Или они нам просто недороги и мы поленились купить им подарок. Мы понимаем, что лучше купить подарок. Так машина дух Рождества, который рассказывается в Саус-Парке, неукротима и год от года, набирая обороты, работает в западных обществах. Теорема Томаса была началом, который отправил социологов на путь изучения этой сложной многоходовых, многоэтажных, многоэтапных структур, в конечном счете образующий тот жесткий фундамент, тот базу общества как социального порядка, внутри которого мы живем. Мы все живем в мире ожиданий в отношении ожиданий, в отношении ожиданий, в которые есть некоторый финальный предельный грунт, в виде которого перед нами и предстает собственное общество. В самом начале социологии присутствует монументальная фигура Эмиля Дюргейма, которая требует изучать социальные факты как вещи. Имея в виду, что это объекты, обладающие жесткостью. Это не объекты, которые являются предметом индивидуального вкуса, индивидуального суждения, хотя все наши суждения объективны. Общество предстает перед каждым из нас как жесткая, объективная, несгибаемая реальность. Как это происходит? И Дюргейм дает один из ответов, продолжением которого теорема Томаса является. Этой жесткость исходит из некоторых рассеянных представлений о представлениях, о представлениях, с которых каждый из нас не может справиться. Это вот такая финальная стенка, в которую мы все опираемся, в которой мы вынуждены подчиняться. Это что-то, что невидимо. Что каждый из нас по одиннадцати не может изменить, и даже все вместе мы не можем изменить. Это финальная материя, из которой скреплены, сделаны человеческие отношения. Чтобы определить стратегическую интеракцию, нужно вернуться где-то к самому началу социальных наук и задаться вопросом о том, что такое социальное. Социальное – есть группа молодых радикалов, которые верят в то, что социальное и природное противопоставлено неправильно социологии. Материальное говорит нам, что вещи действуют наравне с людьми. Но мы интуитивно, хотя это может быть очень интересно, если мы аспиранты-социологи, мы интуитивно знаем, что это полная чушь. Давайте зададимся вопросом о том, почему мы так чувствуем, чего именно вещи не умеют. Мы можем сказать, что дверь, например, доводчик двери имеет собственную волю, что он стремится захлопнуться, что он стремится выходящего стукнуть, отгородить, наоборот, тех, кто остается внутри. Все это мы можем ему приписать. Но доводчик при этом не умеет и не может некоторых других вещей, которые становятся яснее, если мы посмотрим на прототипическую, как бы довольно простую интеракцию. Два человека торгуются. Один предлагает какие-то деньги за товар, второй пытается определить, за сколько этот товар можно продать. В процессе торговли, допустим, мы читали книги по экономике, самая важная информация, которая каждому из них нужна, это сколько другой согласен на самом деле заплатить, или за сколько он согласен на самый товар отдать. Важная информация о том, сколько они согласны его купить, разумеется, но эта информация у них обычно более-менее есть. А вот во сколько товар оценивает другой, они совершенно точно не знают. Каждый из них пытается угадать, во сколько товар оценивает другой, а каждый из них при этом должен пытаться понять, как другой оценивает его оценку, и как другой оценивает оценку оценки. И вот в этом бесконечном зеркальном лабиринте каждый из них существует. Так вот, применительно к неодушевленному объекту, к объекту, который мы считаем ненаделенным интеллектом, мы не можем предполагать, что этот объект проходит достаточно далеко в этом пути. Мы можем предполагать, что искусственно торгуешь с индивидом программа, а компьютерная программа может иметь собственное представление о цене. Мы можем предполагать, что эта программа имеет какую-то статистическую программу, под программу, которая предполагает на основании данных о клиенте, во сколько клиент оценивает этот самый товар. Но предполагать, что программа заодно оценивает, как клиент пытается угадать, как программа оценивает его функцию полезности и действует, сообразуясь с этим пониманием функции полезности, мы, скорее всего, уже не можем. Чем дальше мы движемся, тем меньше вещь способна, по нашим представлениям, участвовать в как раз такого рода мысленном взаимодействии, которое называется стратегическая интеракция. Стратегическая интеракция и взаимодействие агентов, каждый из которых стратегическое мысляще предполагает, что другой стратегическое мысляще и так далее и тому подобное. В повседневной жизни есть несколько теорий, на самом деле, размышления о природе стратегической интеракции или двойной контингентности, она под разными, или рефлексивности, под разными названиями входит в социологию с разных сторон. Несколько теорий выросли из размышлений об этих сюжетах. Собственно, экономическая или математическая, строго говоря, теория игр в большой степени попытка формализовать как раз взаимодействие стратегических агентов. Есть более социологическая версия размышлений на эту же тему, и это размышления, которые начинают с той точки, к которой экономисты обычно опускают. Экономисты обычно немножко прельстят человеческой способности оценивать, принимать рациональные решения и верить, что другие примут рациональные решения. Под понятием рациональных решений в данном случае обозначается способность понимать, какой курс действия лучше всего, и верить то, что другие люди способны это выбрать. Два идеальные компьютерные игрока будут пытаться определиться с тем, какую цену они должны предложить, зная свою функцию полезности, зная, что они не знают чужую функцию полезности и так далее и тому подобное, полагаясь в точности на той информацию, которая их есть. Большинство игроков в реальной жизни будут пытаться угадать по таким вещам, как расширение зрачков, или какая-то биографическая информация, или этнические, или гендерные стереотипы. На основании вот этой информации будут пытаться угадать, а что на самом деле думает другой человек. И в этом плане стратегическая интеракция между реальными, реально взаимодействующими людьми – это, по большей части, попытки приписать и угадать другие мотивы, или ввести других в заблуждение по поводу своих мотивов. Это не столько задача выведения логических функций, сколько задача на попытку уловить или скрыть информацию. В математической или, в большей части, экономической теории игр вот это вот сокрытие информации, оно опускается или оно обещается слишком просто в своем роде. Но вот в социологии появляется какое-то количество теорий, которые атакуют именно эту проблему. Стратегическое взаимодействие, которое есть стратегическое взаимодействие вокруг передачи, выдачи сообщений или сокрытия информации. Подходя к взаимодействию с этой точки зрения, мы можем разделить любые поступки на несколько разновидностей, на несколько слоев, на несколько типов ходов. Простейший из них это вот невинный ход, это люди делают что-то, не предполагая, что вовсе, что другие люди смотрят на них, понимают, что они делали, как-то на это собираются реагировать. Они действуют, как если бы других не было. Не очень реальное действие в присутствии других людей. Мы в каком смысле всегда думаем о том, что эти другие люди увидят, но в принципе вполне возможно. Второй ход это тот, который Гоффман называет наивным, это другой наблюдатель, а Гоффман был основным теоретиком социальной информации в социологии, это тот, который он называет наивным. Это если А совершает какой-то невинный ход, Б наблюдает невинный ход и говорит себе, что А в данный момент сделал. Наивный ход, в данном случае ход, обозначает не поступок, а интерпретацию происходящего, такой мысленный акт. Так вот, наивный ход в данном случае это ход расшифровки смысла действия А со стороны Б. Зная, что Б за ним смотрит, А предпринимает то, что Гоффман называет контролируемым ходом и состоит в контролируемый ход, в том, что делает что-то, одновременно посылая Б сигнал о том, что же здесь происходит. В некотором роде каждый наш ход в присутствии других людей контролируемый, мы даем этим другим людям понять, что мы делаем. Поэкспериментировав на себе, мы можем обнаружить, насколько дискомфортно для нас делать что-то такое, что, как мы знаем, окружающие нас множественные Б не могут никак интерпретировать. В свое время я давал студентам задание, предлагая им встать на автобусной остановке напротив факультета социологии, попрыгать или на поребрик перед самой остановкой, не давая никаких объяснений о происходящем. И они утверждали, что это очень дискомфортный опыт, потому что на них смотрели, как на шизофреников, а мы не очень любим, когда на нас смотрят, как на шизофреников. Попробуйте сделать что-нибудь такое, что, как мы знаем, совершенно непонятно для других и ужаснитесь в глубине собственного эмоционального потрясения. Так вот, каждый ход в присутствии других людей более-менее контролируемый. Но некоторые ходы гораздо более контролируемы, чем другие, если мы пытаемся ввести этих людей в сознательное заблуждение о характере происходящего. Это вещь, которая случается, с одной стороны, не очень часто, не все время, а с другой стороны, встречается чаще, чем можно подумать. Люди, которые все время контролируют информацию и пытаются создать себе ложное впечатление, это, например, профессиональные разведчики. Но сегменты этого ложного впечатления встречаются вокруг нас чуть ли не ежедневно. Неверные супруги, например, которым нужно сфальсифицировать довольно большой фрагмент реальности, обращенный к физически близкому человеку для того, чтобы сохранить прежние отношения. Или люди, которые фальсифицируют свою историю для того, чтобы выглядеть социально более привлекательными, чем они думают, было бы по-другому. В этом смысле много ходов предпринимаются контролируемо так, чтобы не дать наблюдателю догадаться о том, что на самом деле произошло, или даже создать совершенно неправильное впечатление. Теперь зайдем на шаг дальше. В этом наше повседневное лабиринте. Есть раскрывающий ход, который предпринимает наш Б, если предполагает, что А делает что-то такое, зная, что Б на него смотрит, и может пытаться произвести на него неправильное впечатление. По какой-нибудь причине ввести в заблуждение. У Б должен быть большой словарь подозрений. Некоторые представления космологические о том, что может идти не так, которые он применяет, дабы вычислить ради чего, а может ввести его в заблуждение. И расшифровывает наблюдаемую информацию под углом этого подозрения. Все взрослые знают, что любое взаимодействие с другими людьми, в которые вовлечены деньги, может на самом деле быть прикрытием для какой-нибудь мошеннической схемы. И мало знакомых других надо подозревать в том, что они готовы нас эксплуатировать финансово или еще как-нибудь. С другой стороны, в следующий ход в нашем лабиринте, это противораскрывающий ход, в котором А, зная, что Б наблюдает и подозревает, что А воет его в заблуждение, придумывает, как рассеять его подозрения для того, чтобы как-нибудь реализовать свой коварный план. Есть две области, в которых вот эта вот стратегическая, разновидность стратегической интеракции доходит до своего предела. Супружеская неверность, о которой Гофман почему-то ничего не написал. Зная из биографии некоторые сюжеты из его личной жизни, можно примерно догадаться, что эта тема была слишком для него болезненна. Второй, который написал многое никак не связанное с личной жизнью, был шпионаж. Шпионы – это люди, которые профессионально занимаются введением других заблуждений или имеют дело с теми, кто также профессионально занимается с разоблачением обманщиков и обманом уже обманщиков. А история шпионажа – это прежде всего история того, как меняются наши представления о манипулировании определенных сегментах реальности. Реальностью или поверхностью, которую видит Б, А может манипулировать до известных пределов. Любого рода информация, которую индивид сообщает или испускает, она сообщается или испускается не совсем свободно, и всегда есть некоторые пределы. Иногда этих пределов меньше, то есть некоторую информацию очень легко фальсифицировать. Любая информация, которую Б воспринимают, он проверяет на возможность того, что она стала предметом манипуляции. Некоторая информация очень легковесна. Она является знаком в семиотическом смысле, в том плане, что она является сознательно передаваемым битом каких-то сведений. Этот бит можно воспринять, но для того, чтобы принять его на веру, нужно что-то знать о мотивах А и верить, что А сообщает достоверную информацию. Другой информацией сложнее манипулировать. Интеллектуальное развитие разведки есть по большому счету в значительной мере, говорит Гоффман, смена представления о том, какую поверхность вообще можно манипулировать. Интуитивно мы считаем, что нельзя манипулировать всей информацией, которую испускает индивид. И самая надежная информация – это информация, о которой ни один А не подумает, что Б может ее считывать и интерпретировать, а поэтому не затрудняется ее фальсифицировать. Поэтому профессиональный разведчик, сопровождаемый легендой, обзаводится спичечными коробками, которые соответствуют легенде, так, чтобы если кто-нибудь обыщет номер, там были предметы, только подтверждающие версии. Притом предметы настолько мелкие, чтобы в голову никому не пришло, что правда кто-то мог задумываться о спичном коробке соответствующего ресторана, пойдя в который можно подтвердить легенду о том, что он был там позавчера с неизвестной женщиной, а вовсе не с русским резидентом. Другое ограничение – это ограничения моральные или стратегические. Контрразведка пытается понять, может ли разведка принести настолько большие жертвы для того, чтобы ее обмануть. Гоффман пользуется неизвестно до сих пор, возможно, до какой степени легендарными историями о Второй мировой войне и о том, как эмирал Канарис финансировал голландское сопротивление, собственно, создал голландское сопротивление, по некоторым версиям, для того, чтобы извлекать из союзников ценную информацию. Вред, который немцам наносило голландское сопротивление, подорвавшее некоторое количество немецких боевых транспортов, он могло быть, собственно, гораздо больше, чем ценность той дезинформации, через которую с нее сливал Канарис. Канарис был загадочным человеком, возможно, ему настолько нравился процесс, что он совершенно потерял чувство результата и совершенно искренне работал на обе стороны во Второй мировой войне. Можно подумать, что он был жертвой стратегической интеракции в этом смысле. Так или иначе, тот факт, что портрета Дама был разбомблен для того, чтобы внушить доверие к сопротивлению, которое сообщило соответствующую информацию союзникам, видимо, можно считать исторически подтвержденным. Так вот, это было разновидностью жертвы, которая должна была ввести, создать полное доверие к источнику информации. Германский флот не знал о том, что Канарис таким образом играет свои стратегические игры. За всеми этими занимательными сюжетами шпионских романов, в общем, проглядывает что-то большее – теория культурной эволюции. Мы видим, как по мере того, как определенные сигналы перестают считываться как достоверный тест, достоверное свидетельство, они выходят из употребления вовсе, но они превращаются в знак, они превращаются в сознательно манипулируемый жест. Слова политика, которым, как все знают, в общем, политику нельзя доверять, на словах вообще нельзя доверять, тем не менее, не являются совершенно ничем. Они являются чем-то, но чем-то отличным от того, чем они могли бы быть или были бы прежде. Они превращаются в сознательную декларацию определенных намерений. И от тестов разные биты и типы информации постепенно превращаются в знаки, в общекультурные динамики. У социальных ученых есть дурная привычка. Они вцепятся в какое-нибудь слово и начинают его использовать без разбору, постоянно. Слово «фрейм» как раз в последние десятилетия постигла такая неприятная судьба. Его исследует кто угодно, от этологов до программистов. Более того, людям, которые используют одно и то же слово, кажется интуитивно, что они должны иметь в виду одну и ту же вещь, не хотят записать друг друга в союзники. А когда обнаруживают, что это сложно, потому что слово-то используется в разных смыслах, превращаются в непримиримых соперников. Слово «фрейм» в социологии постигла, например, такая же судьба. Оно используется в разных смыслах. Смыслы пытаются привязать к одной книге фрейма-анализу Гоффмана. Когда это не получается, люди разочаровываются в друг друге, ну и в Гоффмане попутно. По крайней мере, в трех смыслах это слово будет широко использоваться, и в текстах можно увидеть, как это происходит. Фрейм может использоваться как синоним для определения ситуации или какой-то референтной рамки. Например, когда два человека посмотрели один тот же выпуск новостей, и один сказал «ага, классовая борьба», а второй сказал «ага, геополитика» или «всемирный заговор». Вот это разновидность работы разных определений ситуации. Один и тот же набор стимул приводит к совершенно разным интерпретациям в зависимости от того, как для разных людей организована картина мира. Вторая тема, которая всплывает в связи с фрейм-анализом, это какие-то имплицитные переопределения ситуации. Когда, хотя они соглашаются, два человека соглашают, что видят одно и то же, свадьбу или выбор или что-то еще, у одного из них эта картина привязана к совершенно другой модели, подлежащей модели, какой-то движущему механизму, который приводит его в действие. Для кого-то любовь — это война, для кого-то война — это любовь. Мы можем сказать, что вот это имплицитное переопределение, вложение своего личностного смысла — это тоже фрейм. В литературе можно встретить и понимание такого свойства. Наконец, третья, которая, мне самонадеянно кажется, имела в виду Гоффман, а не имеет ни к тому, ни к другому никакого отношения или имеет весьма косвенное. Гоффман пишет о фреймах, непосредственно черпая основные идеи и свои более ранние работы о представлении себя другим и об исполнении социальных ролей. Представление себя другим он уподобляет всех людей актерам, говорит о том, что социальные роли исполняются так же, как исполняются театральные, и по этой причине считается зачинателем театральных метафор и театральных аналогий в описании в социальной жизни. Гоффман, иронически возвращаясь и к самому себе, и к этому прочтению себя 15 лет спустя, скажет, что на самом деле в каком-то смысле актер очень неудачная аналогия для человека в повседневной жизни, но не потому, что актер играет ту роль, которая на самом деле ему не принадлежит, а мы играем те роли, которые объективно наши, а потому, что актер всегда играет две роли. Он играет роль персонажа, и он играет роль актера. Каким-то странным образом и он и публика не встречают при этом больших затруднений. Две роли исполняются в один момент времени, но публика, сидящая в первом ряду, хорошо знает, что происходящее на сцене происходит с актером, а что происходит с персонажем. Сотрудник правоохранительных органов, который смотрит на концовку Гамлета, не бросается арестовывать заговорщиков и убийц, хотя предполагаем, что эта сцена реальна, он должен был бы это сделать. Врач, который сидит в том же самом первом ряду, хорошо отличает сердечный приступ при отравлении, которое происходит с Гертрудой, от какого-нибудь несчастья, которое случилось с актером. Актеру бросится оказывать первую помощь, Гертруде не бросится оказывать первую помощь. Иногда, говорят, ошибки в театрах случаются, но случаются очень редко и в основном с маленькими детьми и дикарями. И обычно, если это театр, который фигурирует в каком-то фильме. А актер предстает перед нами как сущность, существующая на двух разных уровнях. Он одновременно персонаж и одновременно актер, который воплощает этого персонажа на сцене. Вместо простой или однослойной структуры он становится двуслойной структурой. Театр таким образом позволяет совмещать два эти слоя или два разные определения реальности, которые одинаково реальны, но реальны по-разному. Фрейм в концепции Гоффмана есть институциональная структура, которая позволяет людям воплощать такие многослойные структуры реальности или считывать и вести себя по отношению к ним правильно. Театральный фрейм позволяет зрителям знать, что происходит с актером, а что происходит с персонажем. Когда заканчивается одно и когда начинается другое. Фрейм-анализ в этом смысле есть изучение небуквальности социальной жизни. Небуквальности, которая позволяет людям воспринимать что-то как значимое, но при этом не то, чем оно как будто является или чем оно могло бы показаться на первый взгляд. Для того, чтобы фрейм действовал, должна существовать первичная или непреобразованная активность. Что-то такое, что мы воспринимаем как мир, какого он есть. Например, это псыноотравление или это поединок. Но когда он переносится на сцену, он сохраняет свои свойства поединка, но при этом превращается в поединок, как тот преобразован, Гоффман использует слово трансформирован или транспонирован, в некую иную активность. Он остается поединком, но это поединок, на этот раз театральный поединок, это поединок в театральной сцене. Для того, чтобы фрейм работал, нужна постоянная усилия всех сторон по расставлению маркеров. Вот это вот, например, звонок говорит нам, что сейчас на сцене началось представление. А театральная речь, отличающаяся от того, как тот же актер будет говорить о повседневной жизни, даже когда она имитирует речь о повседневной жизни в реалистическом театре, она, безусловно, не будет жить в повседневной жизни. Когда актер начинает говорить так, понятно, что это актер. Когда интонации немного меняются, и так, что даже никто не может сказать, в чем они, собственно, отличны, понятно, что это уже не актер, а персонаж. Концепция фреймов или фреймирования повседневной жизни, она предполагает, прежде всего, интерес к организации многослойности, к тому, как вот это вот маркирование, разметка производится и как многослойность сохраняется. Прочнее всего ее увидеть там, где речь или какая-то коммуникация воплощены в физически видимых знаках. Например, на бумаге фрейму будут соответствовать системы кавычек или системы скобок. Вот математическая скобка обозначает какое-то выражение, которое должно быть, которое надо обращаться не так, если бы скобки не было, например, суммирование и умножение. Аналогично кавычка при передаче непрямой речи позволяет нам считывать, что фразу «а он мне говорит что-нибудь» — это не то же самое, как «это что-нибудь», потому что это произнес кто-то, чья речь передается, а не тот, кто непосредственно эту речь передает. Там, где, возможно, одна ламинация, всегда, возможно, много ламинаций. Гоппин называет это ламинациями по аналогии с слоями чего-нибудь прозрачного, что можно носить друг на друга. А помимо пьесы, которая происходит на сцене, может быть, пьеса в пьесе, которая происходит на сцене, а может быть, фильм об актерах, которые снимают Гамлета, где происходит пьеса в пьесе. Аналогично непрямая речь может строиться многослойно. А он мне говорит, она мне говорит... Это очень сложно считывается, конструкция становится очень неустойчивой, но, как ни странно, хотя она неизящна, неэкономична и всячески затруднительна для воспринимающего, ошибки случаются, на удивление, редко. Случаи, когда в театре действительно происходит какой-то сбой, они единичны. Даже когда специально театр, пьеса усилиями режиссера и автора направлена на то, чтобы сломать ожидания зрителей и, например, объединить их, чтобы вовлечь в спектакль, зрители, как правило, продолжают хорошо понимать, что от них требуется, как от зрителей, а что более не требуется. А говорят, что в театрах старой закалки, старой школы, театрам запрещалось включать реплику «Пожар», а режиссерам запрещалось предлагать актерам, если оказалось в пьесе, каким-то образом ее озвучивать, чтобы, не дай бог, зрители не перепутали то, что обращено с ним как зрителям, то, что обращено к ним как посетителям театра и не побежали к выходу. Однако в реальности случаи, когда пожар, пьеса превратился во массовую панику и гибель людей, кажется, что совершенно анекдотично. Каким-то образом мы благополучно считываем и имеем дело с этой сложной многослойной структурой, которая окружает нас повседневно, в любой передаче «Непрямой речи», в любых скобках, в любых репликах или цитатах, которые фигурируют в нашем поведении, в игре, в розыгрыше, в мошенничестве. С этим мы встречаемся реже, или, по крайней мере, надеемся, что встречаемся реже. Но это тоже случай небуквальности, который сопровождает нас, угроза которого, по крайней мере, сопровождает нас каждый день. Часто считается, что фреймы каким-то образом характеризуют эпоху постмодерна. Было время, когда люди жили в буквальном мире, когда слова означали ровно то, что они значат, когда цитаты не посещали нас в произведениях искусства, самих произведений искусства было меньше, когда жизнь не моделировала искусство, а искусство моделировало жизнь и ничего больше. Предположительно, когда-то была такая эпоха. Хотя, чем больше мы изучаем историю культуры, тем больше видим, что всевозможные мета-трюки, основанные на искусственных, намеренных и очень высоко оцениваемых сломах обычных механизмов фреймирования, во всяком случае, очень древние. Говорят, что художники в античности уже получали особое удовольствие от того, что рисовали на картинах что-то такое, что зрителю полагалось принять не за часть картины, а за часть какого-то мира, который окружает эту картину. Например, муху, которую зритель пытался согнать с нарисованного занавеса, который тоже был нарисован так искусственно, что зрителю полагалось пойти и попытаться его раздвинуть, чтобы увидеть окно. Античная живопись до наших времен дошла на удивление печально, к сожалению, очень мало, но вот средневековая, в современнике Ван Эйком обнаруживаем сплошь и рядом, как персонажи на картине кладут руку на рамку этой картины, и рука нарисована так, как если бы она из этой самой картины выходила. Барочная живопись вся практически об этих трюках. В этом смысле фреймы гораздо более универсальны, древние, сопровоздающие человеческую культуру на всех стадиях ее развития набор институтов, чем иногда принято думать.